И так, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Козняков, я преподаватель школы Profile И сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о тех новинках, которые были представлены на Adobe Max Ну и самой конференции Adobe Max, которая на самом деле прошла уже где-то порядка месяца назад Я думаю, будет интересно услышать в принципе про саму конференцию, что это за конференция, как она происходит, для кого она, что там происходит И также немножко расскажу, например, что я там делал Поговорим сначала в первой части, что такое сам Adobe Max И также уже ближе ко второй части посмотрим на непосредственно новинки Что-то подробнее, что-то менее подробнее Ну и в конце говорим о таких так называемых Snicks Это как бы сникпики Это взгляд в будущее, то есть на те технологии, которые Adobe сейчас разрабатывает На чем они трудятся в своих лабораториях Ну собственно обычно на конференции Adobe Max они такие вещи показывают Собственно я в школе Profile занимаюсь разработкой и проведением на данный момент пока двух курсов Это Adobe Illustrator и Adobe InDesign Ну как вы понимаете, может быть, то, что у меня именно курсы по адобовским программам Это во многом отражает то, что я в принципе такой человек Adobe В том плане, что как-то вот, наверное, лет 15 я занимаюсь даже больше уже этими технологиями Начинал дизайнером-верстальщиком и специалистом по Prepress В дальнейшем преподавал и был техническим директором дизайн-студии Преподавал в очень многих дизайн-студиях, агентствах и в издательских домах То есть этими технологиями, скажем так, болею, люблю это все Некоторое время назад работал в самой компании Adobe Пол приглашен на роль, можно сказать, евангелиста в России То есть человека, который рассказывает о решениях компании Непосредственно уже в России и СНГ Это было очень интересное время в плане как раз путешествий И узнавания очень много нового И, конечно же, работа с самой, сотрудничество с самой командой Adobe Международной, которая, наверное, все-таки одна из самых лучших команд в мире С точки зрения инженеров, дизайнеров и так далее То есть это был очень интересный опыт для меня Собственно, сейчас мы знаем, какая ситуация происходит в Adobe в России В каком-то плане, что компания официально не присутствует в России и СНГ В наших с вами странах Поэтому мы из-за этого, конечно, определенные минусы у нас получаются Почему? Потому что раньше это были большие мероприятия Это был Creative Evolution, который ежегодно проходил в России То есть где можно было встретиться, собраться Но, с другой стороны, вот сейчас мы благодаря школе Profile Тому, что ребята делают в школе непосредственно Можем с вами сделать вот такой стрим Где мы можем собраться и поговорить о новинках Собственно, что вы уже сделали, например, поговорив о новинках в Premiere Да, или о новинках в Audition с Димой Ларионовым и с Артуром Орловым Собственно, что в Adobe Max за конференция Конференция проходит, на самом деле, уже много лет И проходила она изначально как, собственно, некая возможность собрать в одном месте В одно время Людей креативных профессий Дизайнеров Тех людей, кому так или иначе интересно То, что делает Adobe То есть Adobe там много чего делает То есть у них есть там и цифровой маркетинг Направление Но это посвящено именно цифровым медиа То есть тем инструментам, с которыми работают обычно Графические дизайнеры Веб-дизайнеры Дизайнеры теперь уже Ну, в принципе, и всегда, на самом деле Теперь, скажем так, в большей степени Благодаря появлению новых продуктов Дизайнеры, которые занимаются User Experience Design То есть интерфейсами И непосредственно дизайном опыта Создавая мобильные приложения, сервисы и веб-сайты Непосредственно, конечно, для специалистов видео, безусловно Выпала такая возможность Пригласили побыть Teaching Assistant Правильно читается это вот так Это ассистент преподавателя Преподавателей, точнее То есть это некое такое, скажем так Небольшое сообщество людей Вот нас пригласили из разных индустрий И мы присутствовали на тренингах, на занятиях Помогали людям понять тему О которой идет речь То есть тем, кому нужна была какая-то помощь Вопросы, еще что-то подобное Окей, давайте немножко про саму конференцию Потому что здесь очень много моментов Которые могут просто быть для вас интересными Как мне кажется Ну, во-первых, в этот раз было 10 тысяч человек Проводили в городе Сан-Диего Это на самом юге Калифорнии Практически на границе с Тихуаной Ну, это место прям великолепно подходит Для проведения подобной конференции Для креативных людей Потому что, то есть там есть огромный конвеншн-центр Который спокойно помещает легко просто вообще Такое количество людей Говорили, что в этом конвеншн-центре Собирали и побольше мероприятий То есть Adobe Max это еще так для них Ерунда, скажем так По количеству, по возможностям Но я вам скажу, что это, конечно, все очень масштабно и круто Как все происходит? Конечно, в первый день это огромная конференция Где все 10 тысяч человек собираются в одном зале Выступает, начинает все непосредственно Шантану Нарайен Это президент и непосредственно управляющая компания Adobe Он, конечно, выступает с такой вдохновляющим спичем О том, как космические корабли Бороздят просторы больших театров Но он в то же время даже представляет Некоторые самые важные технологии То есть он уже начинает разговор о том Что является, конечно же, миссией компании Например, миссия компании Это изменение мира через цифровые впечатления То есть через цифровой опыт Ну, собственно, мы с вами В каком-то смысле прилагаем все к этому руку Потому что какие бы мы инструменты не использовали Создавая какой-то контент Мы, в общем-то, занимаемся в каком-то смысле изменением мира Также он представил определенные технологии Например, новая технология Adobe Sensei Которая так и называется, да, как с японского переводится Это мастер, тренер, скажем так Это новая технология, которая позволяет Использовать искусственный интеллект В работе с изображениями прежде всего Они сейчас это делают не только для изображения уже Но вот, например, сегодня мы будем смотреть фильтр Пластика Photoshop, да, какие-то изменения появились новые На самом деле этот фильтр использует также уже часть технологии Adobe Sensei То есть это искусственный интеллект Machine Learning, так называемое, да То есть машинное обучение То есть когда компьютерные системы самообучаются И для этого Adobe создало там целую инфраструктуру И Adobe использует эти наработки Именно для работы с изображениями и с графикой Конечно, это не новость в принципе Сейчас это тенденция современного времени, да Это работа с огромными массивами данных Здесь без машинного обучения, без интеллекта искусственного Дальше нам будет двигаться очень тяжело То есть многие компании используют это, например, для распознавания речи Или еще для каких-то технологий Видео это активно тоже используют Вот Adobe использует это в изображениях, видео и так далее Ну вот, собственно, дальше выступал Брайан Ламкинг Это исполнительный вице-президент И непосредственно тот человек, который отвечает как раз за то, что происходит с направлением цифровых инструментов digital media Как раз Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Все, абсолютно все Все, что компания делает в этом направлении И он очень четко и емко Вот почему я здесь написал на английском эту фразу Потому что, ну, здесь даже так Сейчас просто переведем Он сказал, что такое Max То есть Adobe Max это то, где собираются креативные сообщества То есть творческие сообщества вместе И погружаются вместе, так сказать, в инновации Creative Cloud И также друг друга вдохновляют Это действительно так, потому что не только о инновациях идет речь, конечно Ну, были представлены много новинок непосредственно во время этой огромной сессии То есть выборочно, конечно Там у них не было возможности показать даже малой части Там того, что появилось То есть, ну, основные, самые такие важнейшие моменты Показать, например, Adobe XD Это новое приложение, о котором чуть позже расскажу Оно существует около года всего лишь Для проектирования как раз юзер-интерфейсов И пользовательских интерфейсов И создания, прототипирования проектов Да, создания макапов экранов, прототипирования проектов Веб, мобайл, в принципе, на самом деле, где угодно То есть для прототипирования это отлично подходит приложению Еще был представлен замечательный инструмент, новый Сегодня тоже обязательно его с вами посмотрим Это Project Felix Проект Felix Который сейчас пока еще представлен в некой такой тоже бета-версии В превью И, кстати, сегодня он уже появился у вас в Creative Cloud Зачем он нужен? Это взгляд в сторону объединения простых 3D-технологий То есть доступных любому дизайнеру, у которого нет вообще никакого 3D-бэкграунда И созданию каких-то трехмерных композиций Используя двухмерные ассеты То есть двухмерные обычные фотографии Используя, конечно, модели, которые можно, например, приобрести, купить Или где-то достать И использовать в этой программе Для того, чтобы создавать как бы макапы прежде всего То есть это приложение предназначено для создания макапов Ну, в целом было много рассказано про, в общем, новинки Все линейки, да То есть выборочно в том числе Про новые проекты как раз в мобильной фотографии То есть работа на планшетных мобильных устройствах Это Project Nimbus, например Для фотографов, может быть, это очень интересно Ну, я, конечно, сейчас не буду пытаться вам рассказывать все это Потому что, чтобы все это увидеть Самое простое, что можно сделать Это, конечно, найти сайт Adobe Max в интернет И обязательно посмотреть Keynote То есть это, так называется, основная презентация Запись основной презентации То есть это основная часть Обязательно посмотрите первый-второй день Вы наверняка для себя подчеркнуете много интересного Ну, отдельное внимание, конечно, надо уделить Джейсону Левину Который является Creative Cloud-евангелистом Всем тем инструментом, которые задействованы в видеопродакшн Я не буду даже здесь ничего добавлять Потому что то, что делает Джейсон Это нужно смотреть видео, скажем так, в варианте Всегда радует на Adobe Max В этот раз еще больше порадовало то, что, например Был приглашен Барт Симпсон туда И был приглашен одновременно и виртуально И в то же время реально Почему? Потому что на самом деле Мы видели трансляцию на сцене того, как Барт Разговаривал с Брайаном То есть отвечал на его вопросы И там шутил и прикалывался в своем стиле При этом мы видели, что на самом деле Происходило за кадром То есть с помощью программы Character Animator Которая доступна, кстати, тоже в Creative Cloud Вы каждый можете ей воспользоваться Персонаж Барта был, собственно, анимирован Прямо с камеры непосредственно То есть человек сидел перед компьютером И все это происходило не в записи А прямо вот в реальном времени То есть вся анимация самого персонажа Происходила с помощью Character Animator Очень интересные технологии Очень много клево Ну и, конечно, все это с юмором происходит Но Барт, конечно, закончил все Просто замечательно То есть в своем стиле Собственно, что было от него еще ожидать Приблизительно это выглядело так Ну вот так, например, выглядел огромный Этот Convention Center Огромное, конечно, количество людей То есть бесконечные Там я очень много снимал Но я тоже, опять же, не планирую вам показывать все Снимал, правда, не очень качественно Но не суть Главное, что это, может быть, в какой-то степени Передает эффект присутствия там То есть это огромные совершенно залы 10 тысяч человек внутри Но при этом этот Convention Center был настолько огромный Что мне даже удалось найти такой зал То есть он был абсолютно пустой Там есть еще такая специальная часть На нее нужно покупать специальные билеты Если есть желание Это два дня тренингов Перед самой основной частью конференции То есть можно приехать заранее И проходить тренинги углубленные По нужным вам приложениям После основной части Все люди ринулись в комьюнити-павильон Что это такое? Естественно, конференция Происходит сразу в нескольких, скажем так, потоках То есть есть основные сессии Которые происходят По утрам Первые два дня Остальное время люди, в принципе, предоставлены сами себе Конечно, это огромное количество тренингов Которые сделаны были по шести направлениям То есть отдельно графический дизайн Отдельно веб Отдельно веб и юзер экспириенс То есть это вместе Отдельно в видеопродакшен Отдельно работа с изображениями И все, что касается фотографии и обработки изображений Отдельно Был специальное еще направление Которое связано, в принципе, с креативными некими дисциплинами В общем, да То есть там, например, собирались тренинги небольшие Или побольше, покрупнее Где какой-нибудь известный дизайнер Делился своим опытом в создании определенных типов проектов То есть или делился каким-то опытом в создании, например, работы студии Или работы каким-то образом с заказчиками То есть можно было найти направление под любые задачи Ну и был такой комьюнити-павильон Это огромная выставочная зона Где были представлены стенды Adobe и партнеров Естественно, там было огромное количество людей все время То есть там поймать момент, когда там практически никого нет, было невозможно Несмотря на то, что большая часть людей при этом находится, конечно, на каких-то тренингах В которых происходит великое множество вокруг В отдельных залах, в нескольких десятках залов На вот этой части, на самом деле, было очень интересно В комьюнити-павильоне Почему? Потому что на стенде Adobe Было представлено много новинок, новых технологий И, собственно, как это все выглядело Опять же, огромное количество людей вокруг Масса каких-то стендов Везде стоят Крутое оборудование То есть, например, там можно было спокойно попробовать порисовать на iPad Pro Используя новые перья Можно было Ну, про серфа сейчас чуть позже расскажу Вот, например, была отдельная часть Связанная с тем, что евангелисты Adobe, как их принято называть То есть, это команда как раз Руфуса Дойчлера, Майкл Чейз, Терри Вайт и на полтрени То есть, вот эти вот ребята Они вещали прямо из этого комьюнити-павильона онлайн То есть, они делали стримы Ну, как мы сейчас с вами находимся на стриме Но у них там это происходит несколько в другом формате Вот можете посмотреть Там достаточно много камер установлено То есть, установлено оборудование И приглашают гостей Для того, чтобы они что-то рассказывали И это все происходит Сразу транслируется в онлайн То есть, можно было, в принципе, во время Adobe Max Присоединяться к этим сессиям И если не было возможности там присутствовать Смотреть еще дополнительно вот эти истории Ну, естественно, мне удалось встретиться И поговорить как раз с евангелистами Пообщаться, да То есть, и с Руфусом Дойчлером, и с Полом Трени И с многими другими Конечно, были возможности, например, пройти тренинги Уже специализированные Например, на стенде Adobe Был специальный раздел Который посвящен адобовскому журналу Для креативщиков, да То есть, для креативных людей Который называется Adobe Inspire Можете найти его, кстати Ну, то есть, от слова вдохновление, да Можете найти этот журнал Он есть как бы в онлайн-варианте В веб И также на планшетах и мобильных устройствах В диджитал-варианте, в цифровом Очень интересный журнал Там всегда рассказываются какие-то новости И технологии, фишки Про графические программы, да Про инструменты и так далее Вот они специально проводили тренинги вот такие Собирались прямо там Я работал вот на таких тренингах То есть, это залы разного формата Побольше, поменьше И я работал с преподавателями Например, с таких известных ресурсов Как linda.com, да Или Pluracite То есть, непосредственно со специалистами С самого Adobe, с продакт-менеджерами Помогая людям, как раз уже непосредственно Сидящим за компьютером Изучать какую-то тему, да На которую они пришли непосредственно То есть, это были тренинги где-то по час-тридцать времени В принципе, люди оттуда в основном уходили с довольными лицами Потому что было видно, что Многие-многие-многие вещи Может быть, не весь контент, который показывается, конечно Потому что все-таки речь идет о профессионалах всегда То есть, люди, уже имеющие свой большой бэкграунд Опыт в определенных дисциплинах Но всегда есть возможность узнать что-то новое Там, непосредственно на Adobe Max Из партнеров, конечно, самые крупные компании С мировыми именами То есть, это и, конечно, Dell, и Microsoft Как основной Один из основных партнеров Традиционно уже для Adobe И ряд еще компаний Которые просто являются инноваторами В общем-то, в принципе, в различных направлениях То есть, например, DJI показывали свои Дроны, так называемые Естественно, не просто для того, чтобы поразвлекаться А потому что для фотографов, видеографов Это сейчас важнейший инструмент GoPro непосредственно, которые показали свои новинки Можно было подойти к ним на стенд Все это попробовать, покрутить Посмотреть, какое видео в каком качестве Прямо, не знаю, там на 4К-мониторе То есть, прям вот посмотреть это все И поговорить с ребятами Так же, какие у них есть технологии И так далее Что представляли HP и Intel Понятно, да? То есть, ну, хотя казалось бы, Intel Что там будет делать? Показывать процессоры Или еще что-то подобное На самом деле, Intel показывал совершенно безумные вещи Я сейчас покажу О чем идет речь Буду говорить параллельно Они совместно с партнерами Разрабатывают Очень много уже технологий Для использования виртуальных очков Для дизайнеров То есть, для работы дизайнеров Сейчас вам покажу пример О чем идет речь Была замечательнейшая технология Которая во многом говорит о том Как будут выглядеть интерфейсы В ближайшем, я надеюсь, уже будущем Ну, посмотрим Это всегда очень сложно прогнозировать Вот такой короткий ролик Слева вы видите Что происходит в реальности, скажем так То есть, тут человек в вир-очках С двумя манипуляторами в руках Справа вы видите результат То есть, то, что сейчас Вот эта девушка видит в своих вир-очках То есть, она работает реально В креативном приложении Для того, чтобы Вот сейчас, в данный момент Она выбирает панели Выбирает инструмент Кисть какую-то Выбирает, соответственно, цвет Выбирает документ Вот сейчас в скетчбуке И, открыв этот документ Дальше начнет непосредственно В нем рисовать То есть, это совершенно уже Другой взгляд на интерфейсы Скажем так, да С которыми, может быть, нам с вами В ближайшем будущем предстоит Уже взаимодействовать И работать Что за кадр с одеждой А, это то, что с тренингом Иллюстратором Ну, в принципе, я рассказал Я думаю, что достаточно подробно То есть, это был тренинг по иллюстратору Причем, вот этот непосредственно Тренинг был для новичков Это самый сложный тренинг был Ну, по крайней мере, для меня Потому что, когда Такой тренинг происходит То это просто тысячи вопросов И ты там постоянно бегаешь Просто постоянно поднятая рука То есть, в воздухе Постоянно поднятые руки И приходится, как бы, очень-очень много бегать Отвечать на вопросы То есть, это реально сложный тренинг был С одеждой, с этой, да То есть, это тренинг Джастина Сили Это преподаватель по иллюстратору с linda.com Но хочу сказать еще пару слов о том, что Adobe Max это потрясающее Есть такое английское слово, понятие, да Мы все его знаем, нетворкинг То есть, возможность познакомиться с новыми людьми Из индустрии Людьми, которые дают новый какой-то взгляд Новую точку зрения, да То есть, выслушав их Послушав, какими проектами они занимаются Просто короткий пример Я познакомился с человеком Изра Мур Из Атланта, да Который работает в компании ZVRS То есть, даже произнести эту аббревиатуру Не могу толком, да Но, собственно, что они делают Он занимается видеопродакшеном для людей С нарушением слуха и речи, да То есть, они делают специальное Конечно, здесь единственный язык общения Получается визуальный И они создают специальное мобильное приложение Да, в которых содержится огромное количество видеоконтента Который нужно монтировать Там в безумном количестве работать Например, с титрами, безусловно Да, то есть, потому что каждый кадр Каждая сцена сопровождается дублированием текста Вот, и он как раз Очень переживал на тему того Когда же, наконец, в Adobe Premiere Появится более продвинутая работа с титрами Да, потому что то, что сейчас там есть на эту тему Его, мягко говоря, не устраивает И просто было очень интересно увидеть Что компания занимается непосредственно созданием контента В такой очень-очень важной области Да, то есть Ну, двинемся дальше Конечно, было очень много Во второй день тоже в основной сессии Не буду здесь подробно рассказывать Это надо все видеть Обязательно посмотрите кино от второй части Я сейчас покажу, где это все найти Сайты Потому что там была совершенно потрясающая часть Тем, как дизайнеры с мировыми именами Из разных областей делились Своими историями То есть, например, знаменитый фотограф Которая снимает в горячих точках Всей планеты уже много лет Лучшие кадры Рассказывала свою историю Как она, не знаю, попадала в сложные ситуации И как при этом она продолжала фотографировать Не бросая это дело Или, например, вот как раз Дизайнер тоже с мировым именем Fashion рассказывал о том Как он создает проект И как он пришел, скажем так, к успеху в своей области То есть, что для него было лидерством, например И так далее В команде Вот этот кадр Это реальная инсталляция Которая была воссоздана там На вечеринке уже после конференции Похожа на рыболовную сетку Вот это очень тоже удивительная история Дизайнер Давайте я, чтобы называть имена А то так получается Очень неуважительно По отношению непосредственно К этим замечательным людям То есть, соответственно Линд Сиадарио Это знаменитый фотограф Дженет Эйхельман Это как раз дизайнер Которая создает скульптуры Вот такие Из сеток По всему миру Причем я был в шоке Насколько это сейчас популярно То есть, она уже установила Свои То есть, мне уже заказывали Эти скульптуры Их причем вешают В огромных городах Там где-нибудь Между небоскребами То есть, это совершенно Там безумные какие-то инсталляции Обязательно это С мэппингом света происходит То есть, свет обязательно Создает какую-то Определенную динамику И это оказалось Настолько востребованным Хотя, она буквально Впервые это попробовала сделать Из рыбацкой сетки Совершенно вдохновляющая история Которая, конечно Квентин Тарантино Там также пыл Ну, еще пара кадров У нас была, естественно, вечеринка На которой все 10 тысяч человек Присутствовали Тоже безумие совершенно На отдельном острове На который мы Очень долго-долго шли Пытаясь пройти в какой-то Узкий очень такой перешейк Да, это полуостров Вот, и там был концерт Была вечеринка То есть, что можно сказать Я рекомендую Если будет когда-то возможность Съездить на Adobe Max Думать Ехать или нет Я думаю, даже Не стоит И хотелось бы поговорить О тех новинках Которые произошли Непосредственно В тех инструментах Которыми мы с вами Ежедневно работаем В которых мы ежедневно работаем Да, с которыми мы заняты Ежедневно Ну, давайте начнем Конечно, с Adobe Illustrator Кстати, прежде чем Я перейду к этому Я еще пару моментов Вам скажу Таких Сегодня Мы опубликовали На сайте школы Profile Если вы еще не видели В школе Profile Есть блог Если вы еще за ним Не следите То обязательно Рекомендую вам За ним посматривать Да, то есть Потому что здесь Довольно много Интересных постов Статей Интервью С разными Интереснейшими людьми И вот как раз Поделюсь тем Что мы как раз Опубликовали интервью Которое я брал У продакт-менеджеров Adobe Illustrator Очень замечательные ребята С которыми удалось Довольно подробно поговорить Некоторые из этих выкладок От того, что Они мне отвечали На какие вопросы Собственно, я Выписал, скажем так И мы их опубликовали Пока иллюстратор будет Запускаться Я вам скажу Следующую вещь Сейчас я буду Говорить именно О тех вещах Которые появились В 2017 Обновлении В 2017 Релизе Прежде всего На что они сделали Сейчас фокус Команда Adobe Illustrator Это на переработку Юзер интерфейса То есть Они его перерисовали Ну Возникает у нас с вами Конечно Всегда логичный вопрос Извините меня за выражение Как бы А нафига Да То есть Потому что Нам и так вроде бы хорошо Зачем Возникает вопрос Потому что Одна из основных Проблем Иногда на тренинге Например по Illustrator Приходят Новички То есть люди Которые вообще Практически Illustrator Не открывали Но я думаю Что вы даже можете Поделиться в чате Что такие программы Как Photoshop Или Illustrator Они порой Пугают Начинающих Людей То есть Тех кто пришел Впервые в это приложение Почему? Потому что Во многом Бывает сложно Просто найти Нужную Команду Нужную какую-то Панель Потому что Их огромное количество Мы с вами Просто привыкшие К этому Кто уже давно Работает Я имею ввиду То есть Как бы уже Не задаешься вопросом Потому что Ты уже знаешь Все горячие клавиши Ты знаешь Куда нажимать Для того чтобы Открыть ту иную панель То есть Для себя Это не возникает вопросом Но представьте себе Когда вы заходите В программу Первый раз Конечно Это имеет все значение Поэтому во многом Сейчас мы Photoshop и Illustrator Все больше и больше Будем видеть Мелочей И таких небольших Изменений Которые упрощают Работу Именно для Новичков То есть Для тех людей Кто впервые Оказывается в программе Это конечно Будет касаться Интерфейса Неизбежно Ну вот например В данном случае Кстати Мне нужно в данном случае Что сделать Конечно Синхронизировать Шрифт То есть нажать Синхронизировать Шрифт Для того чтобы он Был Синхронизирован С сервисом Typekit А Typekit Я чуть позже Расхожу Какие там Тоже изменения Произошли То что для владельцев Creative Cloud Подписки Creative Cloud Это важный аспект Окей Мы сейчас с вами Нажимаем Пока close Вопрос с шрифтом Сейчас здесь решен То что касается Интерфейса Посмотрите например На диалоговые окна На то как они Теперь переработают То есть если мы Запустим Ну прежде всего На сами панели Вокруг А появилось больше воздуха Все иконки Перерисованы Иногда даже Приходится Поначалу даже Это несколько режет Взгляд Потому что Чтобы Чтобы Была возможность Убедиться точно Что все инструменты На своих местах Иногда даже приходится Открыть И посмотреть Потому что Некоторые иконки Довольно сильно Изменились И не всегда понятно Как бы Визуально уже Все это происходило На автомате Выбирание инструментов Сейчас нужно Скажем так Это немножко Посмотреть Рассмотреть Для того чтобы Понимать Какие изменения Действительно С какими инструментами Произошли Это нормально В принципе В данном случае Это очень быстро происходит Что касается Непосредственно Диалоговых окон В которых Мы работаем Ну например Откроем Диалоговое окно Flat and transparency Предположим Для упрощения Прозрачности Для слития Прозрачности Здесь также Переработаны Несколько Интерфейс Все Поля Все Кнопки Все абсолютно Изменено И например Вот в некоторых Случаах Это выглядит Совершенно иначе То есть если вы Например откроете Или вспомните Как выглядит эффект Например Закручивание в 3D 3D revolve И вы увидите Что здесь интерфейс Довольно сильно переработан Окей Интерфейс Это на самом деле Ерунда Это мелочь Все для нас Почему Потому что Единственное Что если вы пользуетесь Поиском по помощи По хелпу То обратите внимание Справа Я сейчас кстати Включу специальную утилиту Чтобы вы видели Все что происходит У меня на мониторе Чтобы все клики Записывались так же Справа Наверху В основной Панельке Иллюстратор Есть поиск Вот им было всегда удобно Для того чтобы Пользоваться хелпом Но сейчас здесь Когда пишешь Какое нибудь Слово Ну например я Там ищу например Градиентные сетки Градиентные сетки Хочу поработать С ними Нажимаю Он меня отправляет На сайт Ну куда он меня отправляет Он меня отправляет На сток Adobe.com То есть на Это сервис Adobe Stock Который Adobe Везде продвигает К сожалению Кроме наших С вами стран В России И в СНГ Он недоступен Этот сервис Не только в России И в СНГ Много где еще В мире Недоступен То есть Adobe Пока В ближайшее время Скорее всего Не запустят Этот сервис В наших странах Хотя точно информации На эту тему нет Это стоковый сервис То есть просто В нем доступно Огромное количество По сути Adobe в свое время Купила Fatolio И теперь Предлагают все материалы Для пользователей Creative Cloud По специальной Дополнительной подписке В качестве Подписки На этот стоковый сервис Можно получать Какое-то определенное Количество Изображений Или видеоматериалов Непосредственно С этого сервиса Так для нас с вами Что здесь важно Чтобы он не искал На этом Adobe Stock Все равно у нас его нет Мы сделаем Выбор поиска По Adobe Help Вот это просто Такой нюанс Маленький Окей Давайте непосредственно К самим Функциям Которые Изменились Новое диалоговое окно Создание документа Ну то есть Во-первых Переработанное Диалоговое окно Когда у нас вообще Закрыты все документы Да Это уже было давно В принципе сделано То есть мы видим Последние файлы И снизу есть еще Удобные Очень представленные Какие-то короткие ролики Обучающие Очень просто посмотреть Для того чтобы изучить Какую-то конкретную функцию Ну мне на самом деле Понравилось Новое диалоговое окно Создание новых документов Потому что Оно представляет Опять же Прежде всего Область Последних Открытых документов Сохраненных темплейтов Это специальная То есть новая система Шаблонов С которых можно Начать работу И дальше вы можете Уже выбирая Под конкретную тему То есть если вы Работаете с принтом То вы выбираете Пресеты здесь Можете открыть Любое количество Да здесь Дополнительных пресетов И здесь же вы видите Опять же шаблоны Которые Несколько шаблонов Бесплатных Которые В принципе здесь же Прям легко загружаются То есть как это происходит Ну например Если мне нужно Использовать вот этот шаблон Я просто нажимаю C-preview Для того чтобы посмотреть Что это на самом деле Да это шаблон инфографики Довольно прикольный Я могу начать работу с него Что очень здорово Да И нажимаю кнопку Download Загрузить У иллюстратора Всегда этого не хватало Не хватало Темплейтов Потому что в программе Очень много Можно чего делать Но приходилось всегда Какие-то материалы Где-то искать Загружать Если хотелось начать с чего-то Да Он очень быстро загружается Загружается откуда С Adobe Stock На самом деле И здесь хороший момент Что бесплатный контент То есть вот эти Бесплатные темплейты Они загружаются Даже если у нас Нет никакой подписки На этот самый сервис Adobe Stock Ну если мы захотим Чего-то нового Можем конечно найти Здесь темплейты Да здесь специально Есть поле поиска Можно набрать Здесь все что угодно И найти какие-то Дополнительные темплейты Они уже доступны По подписке Adobe Stock В данном случае У нас нет подписки Еще раз повторюсь И нам в принципе Будет здорово Начать работу Вот например С помощью таких темплейтов Здесь у нас есть текст Да есть Уже готовая графика С которой мы можем Там для себя Что-то подсмотреть И использовать Как основу И так далее То есть мы абсолютно Легально можем Это использовать В своих проектах На мой взгляд Это удобно Ну возникает вопрос А как вернуться К старому окну Потому что В принципе Мне это понравилось Например лично Но порой Когда нужно быстро Создать файл Ну во-первых Я всегда знаю Про то что можно сделать Ctrl Alt N Либо Command Option N Если вы на Mac И у вас откроется документ Без всяких диалоговых окон Вот этих вот Долгих историй Но если Вам нужно все-таки Поработать С настройками Вы можете нажать More Settings Дополнительные настройки И вы попадете В старое доброе Диалоговое окно В котором вы можете Настроить все детали И создать новый документ Так что это не сильно Не сильно усложняет Задачу Очень важное изменение Они сделали В области Работы с Пиксельной графикой Самая главная проблема С которой мы сталкиваемся Если мы планируем Нарисовать что-то Для экранов Это Нерезкие края После растрирования То есть После того Как мы Экспортируем Графику В формат Например PNG Мы Помещаем это На веб-сайт Мы Сталкиваемся с тем Что Графика у нас Не Выровнена По пикселам За счет чего Происходит Если мы посмотрим Сейчас Например здесь То есть Если мы переключаемся В режим Обычного просмотра Pixel Preview Отключаем То мы с вами Видим Что у нас Векторная графика Она выглядит всегда Потрясающе резко То есть Резкие края Все очень здорово Высочайшее качество Как бы мы не приближали Эту иллюстрацию Проблем здесь Никогда не будет Но Если мы делаем это Для экранов И мы точно знаем Что это будет Например Не в SVG формате На веб-сайте А мы делаем это В PNG То здесь Лучше позаботиться О том Чтобы это было Как раз Pixel Perfect То есть Чтобы графика Была выровнена По пиксельной сетке И в этой области Как раз Иллюстраторцы Добавили новый Инструментарий Раньше была Одна кнопочка Одна галочка В панели transform Выделяем элемент Идем в панели transform И была одна галочка Align to pixel grid Да Сейчас ее нет Куда же она делась Возникает вопрос Они переместили ее И переработали И переместили Непосредственно На панели controls Она теперь находится Что кстати удобнее стало Да Просто доступней Находится В правой части Вот здесь Две таких кнопки Первая кнопка Это Align select art To pixel grid В принципе То же самое Делает команда В меню объекты Make pixel perfect Object Сейчас Где она у нас там Они в меню Объекты По моему Поместили Make pixel perfect Вот такая команда В принципе Она делает то же самое То есть Объект Выделенная Группа объектов Привязывается К пиксельной сетке Ну кстати Кто не знаком С этой пиксельной сеткой Почему она сейчас Отображается Еще раз Потому что Мы перешли в режим Pixel preview Да Просмотр по пикселям И в настройках Самой программы Illustrator Если посмотреть В раздел Как раз Сеток То здесь есть Такая маленькая Настройка Практически незаметная Show pixel grid Показывать Пиксельную сетку Да Но В масштабах Более 600% То есть Поэтому Если вы начинаете Отдалять Масштаб Да Уменьшать его Вот Если он 400 Например Или 300% Как сейчас у меня То пиксельную сетку Я уже видеть не могу Соответственно Вы можете Отключить эту опцию Там Или В общем Самостоятельно Управлять этим моментом Ну Естественно Если она нужна нам Сетка То она должна быть включена И мы с вами видим Что еще раз делает Эта команда Привязка по пиксельной сетке В чем же здесь изменение Изменение в том Что ранее Раньше Да Если бы вы начинали Объект двигать Либо когда вы рисовали Новые объекты Управлять было Довольно сложно Как объекты Привязываются к сетке Да Нужно было Все заранее предусматривать Теперь это гораздо проще Почему Потому что Смотрите Вот сейчас при перемещении У меня все опять съехало Да То есть Объекты вновь стали Нерезкими Потому что Они уже по пиксельной сетке Вновь Скажем так Не выровнены Естественно Если я перед тем Как перемещать Вот здесь В ниспадающем меню Включу такую опцию Align to pixel grid on creation and transformation То есть Привязывать к сетке Пиксельных линий При создании объектов И их трансформации И в ниспадающем меню Еще открою Дополнительное диалоговое окно Которое подробно Рассказывает Что здесь происходит И как мне все это настроить То я увижу Что оказывается Теперь я могу При рисовании Прикреплять автоматически К сетке пиксельных линий Либо не прикреплять Да Привязывать При перемещении Могу привязывать Или не привязывать Причем отдельные элементы Отдельно контура Отдельно опорные точки Отдельно сегменты И Также Я могу Сказать Привязывать Или не привязывать К пиксельной сетке Если я масштабирую объект Да То есть Теперь я могу Все это предусмотреть Что тогда происходит Если я это предусмотрел И активировал эту опцию Она сейчас активна Для данной графики То Во-первых Рисуя новый элемент Так как эта опция Уже включена здесь Да В данном документе Этот элемент Точно будет всегда Pixel Perfect Если я буду Передвигать Существующий элемент То он тоже будет Всегда Pixel Perfect И если Мне нужно будет Его масштабировать Например С помощью обычного Bounding Box Да С клавишей Shift И с клавишей Alt Например От центра И с сохранением координат Он тоже будет Сейчас мы Убедимся Что у нас Все включено Snap to Pixel Scaling Ага Начинаем увеличивать Ну Основные элементы У нас остались Привязаны Да Все равно Иногда придется Просто за счет того Что Сама графика Здесь несколько Скажем так Разная Да Здесь придется Опять же Нажать на кнопку Make Pixel Perfect То есть Привязать К сетке Пиксельных линий Все равно Некоторые моменты Остаются неизбежными Но в целом Это стало гораздо удобнее Следующий Моментик Который Хочется показать По Adobe Illustrator Это работа Улучшенная работа С шрифтами Изменения здесь Не очень масштабные То есть Кажется Что они Достаточно Небольшие Но На практике Они оказываются Довольно Полезными О чем идет речь Если Вы хотите Установить Текстовую точку Что было Чего в Illustrator Не хватало Всегда Либо нарисовать Текстовую область Это рыбы То есть Рыба автоматически Не появлялась А в Illustrator Обычно мы работаем Очень быстро То есть Если мы рисуем Какой-то логотип Или мы рисуем Какой-то Соответственно Текстовый контейнер Текстовую область Мы обычно Туда заливаем Какой-то текст Возможно Скорее всего Первоначальный То есть Некую рыбу И нам желательно Это сделать максимально быстро То есть Мы еще не Запариваемся о контенте О том Какой там будет заголовок И добавляем Это обычно позже Сейчас отключим Пока Pixel Preview Чтобы мы видели Текст В векторном виде Да Без Растрирования И вот я теперь Ставлю Текстовую точку Сразу появляется рыба Вроде пустяк На самом деле Очень полезно Если мы рисуем Если мы задаем Какой-то Объем текста Большой Текстовую область То же самое Появляется рыба То есть Только уже В большем объеме Если мы Например Хотим сделать Текст по пути Текст по контуру То есть Мы нарисовали С вами Предположим Эллипс Вокруг Установили Установили Взяли инструмент Текст по пути Предположим И также Установили здесь Текст То мы тоже Получаем сразу Рыбу Которую Естественно Мы можем Благодаря Этому инструменту Перевернуть Так как необходимо И написать Здесь тот текст Который нам нужен Пустяки Но это очень-очень полезно Естественно Вы можете Добавлять Эту рыбу Даже Если вы Создаете Текстовую область А С текстовой области Я уже показал Еще один момент Естественно Вам захочется Отключить эту рыбу Нужно зайти В закладку Type И теперь здесь Появилась новая команда Это в установках Программа В preferences Fill new type objects With placeholder text То есть Заполнять Все новые Текстовые объекты С этим самым Placeholder С этой рыбой Отключаем И больше этого Не происходит То есть Такой нюанс Ну кстати Здесь же можно При желании Найти Как отключить Новое диалоговое окно Вот здесь вот Есть такая В закладке General Команда Use legacy file new interface Это для тех Опять же Для кого Все эти темплейты И все эти истории С последними файлами Не очень актуальны И вам нужно Просто быстро По старинке Создать новый документ И все Пожалуйста Здесь есть команда Использовать старый интерфейс Классический интерфейс Legacy interface Да Для староверов Вот Собственно Что мы здесь По тексту Еще с вами видим Давайте с вами установим Как раз Новый текст Возникает вопрос Выбора шрифтов Выбора гарнитур Что изменилось В этой области Я специально Сейчас оттащу Немножко в сторону Либо вправо Либо влево Куда удобнее Почему Потому что Что не изменилось Это как раз Неудобство того Что список шрифтов Всегда закрывает То что у вас Непосредственно в графике Но Здесь есть Некоторые хорошие моменты Например То что теперь Когда вы находитесь В этом самом списке Вам не нужно Выбирать Конкретные шрифты Вы можете просто Пролистывать мышкой По ним И вы видите Результат действия Шрифтов Непосредственно на тексте То есть Они назвали это Live Text Preview То есть Вы можете Видеть результат Не применяя Еще шрифт И Здесь Есть Несколько новых Фильтров Которые Удобно То есть Был фильтр раньше Это фильтр шрифтов Из Typekit По подписке Пожалуйста Только те шрифты Был также фильтр Любимых шрифтов Это те шрифты Которым вы ставите Сами Вот такую галочку Например Я сейчас Нескольким шрифтам Поставил Теперь они попадают В список избранных Если я фильтрую По избранным Но Что здесь действительно Интересно Например Если я выбрал Сейчас вот такой Шрифт с засечками Например Вот такой Палатина И Когда у меня выбран Шрифт какой-то Я могу найти ему Альтернативы То есть Найти те шрифты Которые похожи По Отключить здесь уже Тогда избранное Палатин у меня выбран Сейчас И Окей Выбрать его И здесь есть Маленькая новая кнопка Новый фильтр Apply Similar Filter То есть Найти Похожие шрифты Включаем Ну вот Например Данному шрифту Нет у нас Никаких Похожих шрифтов Возможно Это просто потому Что в самом шрифте Фонд Настройки Шрифта Несколько кривые Какие-нибудь Давайте возьмем Что-нибудь другое Например Вот такой шрифт И Найдем к нему Альтернативу Вот он Находит Несколько Рукописных шрифтов Да То есть Похожих В принципе По По начертанию Не обязательно Должны быть похожи Но по крайней мере Подходящих К тому Что они Рукописные Вот такой шрифт Такой и так далее Ну здесь Некоторые шрифты У меня не поддерживают Кириллису Поэтому мы с вами Видим Отсутствие результата Просто по этой причине Довольно удобно Ну и конечно Фильтр по классам Непосредственно Вы можете теперь выбрать Например Шрифты Рукописные Декоративные Да То есть Или например Выбрать Шрифты С засечками Без засечек Выбирайте Он вам выдает Список Тех или иных Шрифтов Например Шрифты С засечками То есть Вы выбираете Только из них Просто Удобно Быстро Теперь это стало Есть Некоторые Небольшие Изменения Например Кто из вас Пользуется Таким понятием Как например Установка Мягких переносов Иллюстратор Да Раньше Это было Довольно Сложно Сейчас Можно Найти В Кейборд Шорткат В Среди Инструментов Меню Команд Работа с Текстом Новые Пункты Больше Специальных Символов Для которых Можно поставить Свои собственные Горячие клавиши Например Для мягкого Переноса Можно поставить Свои горячие Клавиши Для длинного Тире Для короткого Тире И так далее То есть Это же простая вещь Но вот такое Небольшое изменение Раньше это было Недоступно Горячие клавиши Здесь нельзя Изменить И Теперь Это и есть Можно добавить Сохранить Это как новый Пресет Свой собственный И в нем Можно работать Как обычно Это происходит Да Окей Работать Со своими Шорткатами Если мы Раньше приближали С помощью команд Command Плюс Command Минус Это было просто Ужасно Почему? Потому что Приближал он всегда По центру экрана Но не к выделенному Объекту То есть Если выделяешь Там не знаю Парус вот здесь И начинал приближать Да То приближал он раньше Просто по центру Дальше Иллюстрации Этот выделенный Объект В итоге Оказывался Где-то За бортом То есть За пределом Нашего экрана Сейчас происходит Все иначе Мелочь Но очень удобно То есть Если мы нажимаем Command Плюс Command Минус Или Control Плюс Control Минус На Windows То мы Приближаем Непосредственно К этому Выделенному Объекту Давайте с вами Обратимся К Adobe Photoshop Здесь изменений Побольше На мой взгляд Хотя Опять же Назвать их Какими-то Глобальными Конечно Не поворачивается Язык Потому что Скорее Это улучшение Опять же Улучшение Доделки Добавление Каких-то Дополнительных Небольших Возможностей Конечно Там тоже Изменилось Новое Диалоговое Окно Добавилось Добавился Универсальный Поиск Очень интересная Полезная Действительно Вещь Мы сейчас Посмотрим Насколько Она полезна Изменилась Панель Свойств Параметров Properties И для Текста И для Графики Обязательно Посмотрим Что это за Изменения Некоторые Улучшения С распознаванием Лиц В фильтре Пластика Тоже Посмотрим Как это Работает Ну и Несколько Небольших Изменений О которых Тоже Сегодня Поговорим Откроем Сейчас Мокап Нарисованный Для мобильного Приложения И Посмотрим Сейчас Некоторые Моменты Связанные С интерфейсом Что Добавилось Добавился Универсальный Поиск В правой Верхней части В углу Вот здесь Кнопка Поиск Это на самом деле Универсальный Поиск То есть Где он ищет Он ищет Не только По Adobe Stock Или В ресурсах Help Теперь он еще ищет По самому Photoshop То есть По самой Программе По интерфейсу Этой самой Программы На самом деле Эта история Не очень новая Почему? Потому что Например В InDesign Это было очень давно Реализовано С помощью Команды QuickApply Там тоже Внутри программы Происходил Поиск функций То есть Это такая Скажем так Баловерстка Через команду Строку В каком-то смысле То есть Можно было Название команды Написать И он предлагал Вам ее выполнить Прямо через это меню Здесь то же самое То есть Вы можете Теперь Только здесь Это прям Универсальный Поиск По всему Вы можете Выбрать Что например Мне сейчас нужно Предположим Я хочу найти Новую команду Копии SVG То есть Я выделил Я не знаю Где она находится Я Вот только Обновил Photoshop Я слышал Что там Новая команда Но Как ее Выполнить Как Как это сделать Например Я выбрал Кстати Вот первым делом Я не знаю Где нужный мне слой Я вижу здесь Майк Микрофон Слой я не вижу Где он Его там сложно Найти в слоях Потому что их очень много Причем Даже давайте Закроем всю группу Создадим специально Визуально Несколько новых групп То есть Мы не знаем Куда идти Открываем Вот этот поиск И просто пишем Например Майкрофон И он нам Первое что показывает Он конечно Много чего показывает Он показывает Сразу результаты С Adobe Stock Показывает Какие-то новые Пресеты документов Да Это Microsoft Surface Pro Но самое первое что он нашел Это внутри Photoshop Внутри документа В слоях Есть слой Майкрофон С таким названием Я открываю И он действительно Подсвечивается Да Прикольно Кстати Откуда взялась у меня Вот эта синяя подсветка Возникает вопрос Теперь это тоже стандартная опция Потому что раньше этого не было Теперь вы можете зайти В настройки программы В интерфейс И выбрать Highlight Color В режим Blue То есть Дефолтно это все Селеньким подсвечивается То есть я однозначно Для себя этот вариант Выбрал уже Потому что Когда это подсвечивается Синим цветом Это гораздо прикольней Видно лучше Скажем так Окей Я выбрал Подсветку синим К сожалению Другие цвета выбирать нельзя Но этого достаточно В принципе Потому что Так гораздо проще Ориентироваться в слоях Что у вас выделено Выбрано То есть это гораздо Более контрастно Сразу привлекает внимание Окей И к тому же мы нашли Сам нужный нам слой Да Ну и например Дальше мы взяли Инструмент Выделения Так давайте посмотрим Как там у нас Майкрофон реализован Это растровый слой Это не shape Так окей Ну например я выделяю Вот этот эллипс И мне нужно Его скопировать Как SVG Сделать копирование Со слоя То есть копирование Слоя в SVG На самом деле Команда находится В меню layers В не спадающем меню Команда Copy SVG Новая команда С помощью которой Я например могу Легко скопировать Эту графику В любое другое приложение Где SVG Графика понимается В иллюстратор Ну в иллюстратор Особого смысла нет Этого делать Да естественно В SVG именно Он и так копирует Без всяких SVG То есть в принципе Векторную графику Можно переносить и так Ну вот например Непосредственно В Adobe Muse Или в Dreamweaver Можно перенести Графику вот таким образом Да то есть скопировать И поместить уже Непосредственно В веб редактор С помощью Формата SVG В векторном виде Ну и например Опять же Как мне здесь может Универсальный поиск Помочь найти такую команду Если я не знаю Где она находится Набрать Copy SVG Пожалуйста Он мне показывает Copy SVG Если я выберу сейчас Эту команду То он ее сейчас Выполнил То есть он произвел Это копирование Если я Enter нажал То он это копирование Сейчас произвел Ну и собственно Я могу сделать Вставку здесь же И у меня Этот элемент Тут же добавился То есть Опять же Можно в другое приложение Куда-то вставить Если мне нужно Например Не знаю Собрать панораму Из открытых изображений То есть я тоже могу Здесь набрать Например Что-то про Панорамы И он мне открывает Либо например Сферическая панорама Либо фотомердж Вот мне например Нужен фотомердж Я открываю фотомердж Выбираю например Нужные мне файлы Ну если были открыты Какие-то То я бы взял То что было открыто И например Собираю С фотомерджем Очень быстро В автоматическом режиме Панорамку Это довольно удобный поиск Действительно По всем Труднодоступным Местам программы Фотошоп Но опять же Если мне нужно Здесь выполнить кроп Мы знаем Что даже В кропе Бывает там Несколько заморочек То есть Кто например Перспективный кроп Использует не часто Бывает Затрудняется Его найти То есть Бывает сложно Такие вещи вспомнить То что Если его используешь Совсем не часто Например Здесь вот если набрать кроп Он показывает Все про кроп То есть все Про кадрирование Про обрезку То есть и команду Crop Straighten Photos Которая оказывается Для кого-то может Кстати стать откровением Что фотошоп Умеет автоматически Например сканированные фотографии На одном листе Разбирать на отдельные И выравнивать их И кропить Или например Команда Perspective Crop То есть если выбрать То он нас прям сразу Направит на инструмент Perspective Crop Tool Выделяет его И мы спокойно Можем работать С исправлением перспективы И обрезкой Катрированием Этого изображения Тоже довольно Удобно получается Пару слов О диалоговом окне New Document Подход такой же Как в иллюстратор Похожий Но здесь естественно Есть свои Темплейты Свои шаблоны И они на самом деле Очень-очень крутые Очень интересные Опять же друзья Все к сожалению Упирается Для нас с вами К сожалению Упирается в этот самый Adobe Stock И поскорее бы Он уже был доступен Чтобы мы могли Не знаю Доплачивать какие-то Небольшие деньги И получать Это огромное количество Огромную базу Темплейтов Изображений И всего остального Потому что Берутся они оттуда Но есть некое количество Бесплатных Сразу То есть которые Можно здесь В любом случае Загрузить Они действительно Очень прикольные То есть здесь Всегда можно посмотреть Превью Некоторые очень Довольно Сложные С точки зрения графики Выглядят очень круто Очень хорошо Качественно проработаны Материалы И у вас есть возможность Начать работу С этим материал То есть Нажать Open И это будет В качестве Темплейта Открыто То есть Вы сможете Это редактировать Это полностью Редактирование Обычных файлов Ну конечно Это касается Также мокапов Я сейчас не буду Показывать Как с ними работать Безусловно Я просто открою Любой из мокапов Например мокап Мобильного приложения На планшете И мы с вами Получаем Доступ в слоях К мокапу То есть Это стандартно Для мокапов Это смарт-объект Если мы заходим Внутрь этого смарт-объекта То здесь Конечно Мы можем Заменить Изображение Поставить сюда В принципе Там не знаю Все что мы захотим Например Можем поставить сюда Вот этот результат Вдруг Здесь ничего нового Нет в этом плане То есть мы Это все с вами И без И без того Понимаем И знаем Как работать С этими самыми Мокапами В принципе Вот я могу Поставить сюда Например Изображение Нажать Enter И Сохранить Вся моя панорама Ушла Надо было ее склеить Просто ну ладно Просто немножко Усложняю Фотошопу работу И Собственно Возвращаясь К мокапу Я вижу Что изображение Уже находится здесь Ну то есть Удобно Классно Но к сожалению Количество этих мокапов Очень Ограничено Будем надеяться Что этот сток Все таки откроет Чтобы мы могли Полноценно этим пользоваться Если мы Работаем с вами Фотошоп С текстом А мы с ним Работаем там Довольно часто То мы можем Увидеть Очень интересную Новую Особенность Такую У палитры Properties Обычно мы Ее использовали Не очень часто То есть Когда работаешь С векторными шейпами Она нужна Безусловно Когда выделяешь Какие-то объекты И с ними Работаешь Непосредственно Но Что Что сейчас Произошло В этой Панельке Что сейчас Здесь есть Действительно Такого интересного Ну вот возьмем Опять же Вот этот самый Эллипс Под микрофоном Если мы Выделяем Просто-напросто Этот слой Еще ничего Не выделяли Не выделяли Сам объект То есть я Специально Выделю Сниму Выделение То панель Начинает Показывать Всю информацию Про него Здесь нет Ничего нового Это было Скажем так Как уже Достаточно Давно Реализовано Вот Но например Если мы Выделяем Растровое Изображение То есть Предположим И здесь Я уже могу Работать С изменением Размеров Этого Пиксельного Слоя То есть Pixel Layer Properties То есть в принципе Это очень удобно Потому что Я могу Подвинуть Немного Например Растровое Изображение Нажать Enter И мы вот сейчас Например Изменили ему Ширину То есть Это сделать Сейчас непропорционально Поэтому неправильно Вот например Могу сдвинуть По оси На небольшие Какие-то Значения Я сдвигаю Довольно Удобно То есть Здесь непосредственно Вы можете Задавать размеры И координаты И еще один Аспект Если вы Работаете С Текстовым Слоем Добираемся С командом И кликом До этого Текстового Слоя То Очень Здорово Что Он начинает Отобразиться Кстати Это не текстовый Слой Это логотип Уже в SVG Поэтому Сейчас доберемся Вот до этого Текстового Слоя Опять же Когда мы находимся В тексте Мы понятно Что мы можем Поменять форматирование Шрифта Через верхнюю панель Выбрать шрифт И так далее Но если мы даже Просто выделили Такой текстовый слой Что нам показывает Панелька Проперти Сразу Он нам показывает Новую Совершенно информацию О характеристиках Этого текста Это очень удобно Друзья Потому что Здесь вы сразу Можете И координаты Изменить Самого этого Текстового объекта То есть Где он находится Давайте немножко Сейчас Приблизим Эту часть Она была Покрупнее И мы могли Видеть Что здесь происходит И Сам шрифт Опять же Выбрать Причем Здесь тоже Появились Вот эти фильтры Замечательные По классам По Типам шрифтов И Здесь мы можем Выбрать Нужный нам Шрифт Применить его Поменять Остальные параметры Есть поле Advanced Которое раскрывает Properties Соответственно Полностью Да Вместе с Character и Parag Что здесь еще Можно добавить Давайте-ка с вами Немножко Повеселимся С функцией Liquify Запустим Liquify Действительно Лица у нас Здесь Определились Отдетектились Но вот Лицо Романа Нет Не отдетектилось Окей Два лица У нас Здесь выделились Ну и как раз Просто на этом Снимке Было бы здорово Порегулировать Что-то с глазами Да Увеличить их И так далее Здесь это было бы Очень уместно Форму лица Изменить Чем как раз Функция Фильтри пластика Face Aware Давно уже Скажем так Умеет это делать Но Что появилось Появилась возможность Независимо Менять параметры Разных Элементов То есть Например Глаза Можно теперь Редактировать Независимо Я могу Например Отдельно Выделить Вот этот глаз И как-то его Подкорректировать Переместить Немножко Увеличить По вертикали По горизонтали Увеличить Уменьшить Целиком Да То есть Полностью Редактирую Довернуть его Отдельно Немного Если это Необходимо Делаю Это все Полностью Отдельно И Отдельно Сделать это Для второго Конечно Есть специальная Галочка То есть Здесь я уже Вижу Что я сейчас Работаю С лицом 2 Phase 2 Это 10 Выбирается Автоматически Если я кликаю Непосредственно На изображение Непосредственно На манипуляторах На изображение И я кликаю Здесь Здесь есть лицо 1 Лицо 2 И я могу Собственно Увеличить Увеличивать Их Синхронно То есть Поставить Симметричность Значок И по числам Менять Синхронно Значения То есть Например EyeSize Будет меняться Синхронно Ставим Линковки И меняем Глаза Синхронно Опять же Изменение Достаточно Небольшое Но Сколько оно Может вам Сэкономить Времени В таких Точнее В данном случае Не сэкономить Времени А скорее Предоставить Вам возможность Доработать Изображение Быстрее Если у вас Например Какая задача Сделать Один глаз Больше другого Или наоборот Выровнять Если человек Как-то подмигнул Или Какую-то Эмоцию Изобразил Не самую Удачную Так Идем Далее И хочется Отметить Что из таких Мелочей Есть еще Кое-какие Прикольные Мелочи Ну вот Например Сейчас я Открою Библиотеку Creative Cloud Как раз Здесь я уже С Adobe Стопа Загрузил Несколько Изображений Одно Из которых Например Вот такое И что Что я Здесь хочу Сделать Я хочу Сделать Обычную Обтравку То есть Сделать Маску С Обтравкой Соответственно Волос И так Далее Для этого Я буду Пользоваться Обычным Инструментом Скорее всего Quick Selection Tool И той командой Которой ранее Еще несколько Уже Апдейтов Назад Называлась RefineAge Теперь Сейчас Единственное Уберем Лишнее Выделение То есть Я выделяю Схематично Сейчас Ту часть Которая Мне нужна Изображение Выделяю Голову В том числе И волос Ну и дальше Я прибегаю К чему Я использую Естественно Фильтр Обратите внимание Что телефон Я не стал выделять Почему Потому что Выделять его Через Quick Selection Не очень правильно Все равно Выделение получится Не очень корректное Обычно То есть Такие вещи Хочется выделить Через Обычный инструмент Лассо Но Если мы Даже об этом Забыли Сейчас На данный момент Что мы можем Сделать Когда мы Уже находимся В фильтре Select and Mask Мы нажимаем Select and Mask Здесь мы Например Делаем Общий радиус Немножко больше Сами выбираем Нужный параметр Сглаживания И растушевки Это уже На наше Усмотрение И Здесь Если я работаю Как раз Refine Edge Для того Чтобы установить Здесь какой-то Рисунок Непосредственно В волосах Контур Правильный Это один вопрос Но Если мне Вдруг Нужно Как раз Быстро Воспользоваться Обычным Лассо Причем Полигональным Обычное Лассо Здесь всегда Было А вот Полигонального Не было Если зайти В неиспадающий Список Обычного Лассо То теперь В этом инструменте Доступно Полигональное Лассо То есть Выходить Измазки Не нужно Еще один Момент Который Я хотел Добавить Про Photoshop Это Возможность Работы С Вg Шрифтами Если мы Посмотрим На Список Шрифтов Панели Glyphs Панель Glyphs Наверняка Вам тоже Всем известна Потому что Она присутствует Довольно Давно Во всех Программах Adobe В большинстве Для того Чтобы Получать Доступ К специальным Символам Здесь тоже Нет ничего Нового Но Что Действительно Прикольно В этой Самой Панели Если мы С вами Установим Курсор Инструмента Type Текст Непосредственно В какую-то Строку И в панели Glyphs Выберем Из списка Шрифтов Шрифты Находящиеся На самом верху В самом верху Списка Они добавили Два SVG Шрифта То есть Это Например SVG Шрифт Emoji1 То есть С помощью Этого Шрифта Можно Работать С Непосредственно Миниатюрками И вставлять Их Непосредственно Сюда В photoshop Использовать Ваших Макет Но SVG Шрифты Чем характерны Тем что Здесь можно Из различных Сетов Комбинировать Символы То есть Например Здесь можно Поставить Какое-нибудь Предположим Лицо И Скомбинировать Это С Цветовыми Какими-то Вариантами То есть Например Вот Если мы Ставим Два Символа Подряд А Нет В данном Случа Не сработает Окей В любом Случа Это Очень полезно Потому что Мы работаем Непосредственно С SVG Шрифтом И одна Еще Из таких Прикольных Сторон Использования Emoji Здесь Можно Всегда Например Скопировать Какую-то Эмоцию То есть Предположим Мы с вами Устанавливаем Вот такой Значок И Я могу Его на самом деле Скопировать И Если Я хочу Слой Назвать Таким Образом То есть Например Какой-то Другой Слой Совершенно Слой Например Который Сейчас Безымянный По сути Search Round Rectangle Мы сюда Добавляем Вот этот Символ В данном Случа Он Не сработает То есть Ему Замена Не будет Подведена Здесь Здесь Не сработает Почему Потому что Как раз Внутри Самой Программы На системном Уровне Конечно SVG Шрифт Не заработает Для этого Прикол Не получился Скажем так Если G-Shift Здесь Был Лучше Для Макета Нужен Только Для того Чтобы Такой Прикол Сделать Чтобы Название Слоя Добавить Нужно Взять Обычный Apple Color Emoji И Здесь Как раз Если Вы возьмете Любой Элемент Ставите Например Сюда Apple Color Emoji Например Такую Штуку По идее Можно Было Раньше Простые Все Эмоции Непосредственно Слои Photoshop Да Этот Поддерживается То есть Здесь Можно Сделать Название Слоя Сколько Угодно Таких Элементов Вот Для того Чтобы Опять же Искать Слои Проще Проблем С этим Не должно Возникнуть Если Вы Файл Не будете Передавать Куда-то Где Нет Где Не Установлены В операционной Системе Шрифты Поддерживающие Такие Элементы Да То есть Такой Вот Маленький Прикол В принципе Все Что я хотел Сделать Рассказать Про Photoshop Но Все-таки Я пару слов Скажу Друзья Про Работу С темплейтами Новой библиотеки Несмотря на то Что у нас С вами Нет Adobe Stock В Creative Cloud Пока что Но Все-таки Он рано или поздно Появится Я надеюсь Плюс На самом деле Есть еще один Такой Интересный момент Если вы Все-таки Покупаете Сток Изображение И пользуетесь Например Сервисом Фатоли То Очень большое Их количество Совпадает с теми Которые есть В Adobe Stock То есть Очень много Общего По сути База Изначально Мне кажется Процентов На 80 Была общая Сейчас Правда Adobe В Stock Непосредственно Добавил Уже очень Много Нового То есть Например Сейчас Они работают Теперь с Таким Агентством Как Reuters О чем Кстати На Adobe Max Объявили Об этом сотрудничестве И у них Там что-то Порядка Чуть ли не 50 миллионов Изображений Высочайшего Качества То есть Это профессиональные Изображения Самые разнообразные Включая И репортажку И они Доступны Теперь В Adobe Stock Ну Надо сказать Справедливости ради Что Adobe Здесь ввели И больше Возможностей То есть Здесь теперь Есть специальная Премиум коллекция Не стандартная коллекция Где обычные Стоковые изображения А именно Премиум коллекции Скорее всего Вот эти новые Все типы изображений Более Более интересные Более классные Они входят именно В премиум коллекции За это нужно Скорее всего Доплачивать И они не будут Входить в стандартную Лицензию Adobe Stock Что здесь еще появилось В Adobe Stock Помимо изображений Здесь можно Искать По векторным Иллюстрациям По видео По шаблонам Темплейтам Вот как раз Вот они Эти темплейты Для web Для print Для art Иллюстрация То есть Вы можете Выбирать Здесь темплейты Для самых разных Программ И 3D То есть Они теперь сюда Добавили 3D модели И конечно Свет То есть Здесь сохранены Как раз Модели Света Того как Выставлен в сцене Свет Но для чего Это нужно Это нужно Для проекта Felix Который я покажу Чуть-чуть позже А вот в принципе Конечно Наличие здесь 3D материалов Оно предназначено Как раз для тех Дизайнеров Кто будет этим Пользоваться Создавать 3D мокап Довольно Интересный сервис И здесь Есть несколько Полезных Таких аспектов Поиска Например Изображений То есть Если я Например Ищу Какое-то Изображение Предположим Я ищу Изображение Гитар У меня Есть возможность Выбора Фильтра Естественно Есть возможность Выбрать Price Потому что Большинство Изображений Которые там Входят в премиум Коллекции И так далее Они могут стоить Лицензии на них Могут стоить Дороже То есть Это может быть Не входить В стандартную Подписку Можно все это Отсеять То есть Что нам нужно Векторы Фотографии Иллюстрации Например Ну давайте Оставим только Photos Illustration Без вектор Что еще Можно Выбрать Ориентацию Изображения Наличие на них Людей Чтобы человек Был обязательный Например И Сделать поиск В принципе Здесь пока Ничего такого Сверх Удивительного Нет Ну что удобно Например Когда вы Выполняете То есть Нашли нужное Изображение Вы можете Сделать просто Save preview То есть Предварительный Просмотр Когда я говорю Вы можете Сделать Это конечно Звучит Несколько Разочаровывающе Потому что Потому что На самом деле Мы не можем Это сделать Сейчас пока Но окей Надеюсь Что мы сможем Это скоро Делать Save preview To Библиотека Какая-то В моем случае MaxStream Новая библиотека Которую я создала Специально для нашего Стрима Creative Cloud Библиотека Могу сохранить Preview То есть Миниатюрку Для предварительного Просмотра Которая будет У меня сразу же Добавлена в библиотеку Вот она Появилась Photoshop Давайте я открою Совсем другое Сейчас какое-нибудь Изображение И здесь Появляется У нас В режиме MaxStream Появляется Вот такое Еще изображение Да Я могу его Открыть Сейчас Неважно Не обращаю Внимание На настройки Цвета Даже если я Делаю это Неправильно И Перетащить Например сюда В какую-то Другую композицию Да Если мне это Необходимо В любой момент Я могу Лицензировать Это изображение Дальше С Adobe Stock Находясь Прям в этой Самой Панельке Да То есть Что удобно Как раз Изображение Может быть Лицензировано Непосредственно Отсюда Здесь есть команда License Image И нажимая ее Происходит Лицензирование То есть Покупка через сервис Если есть этот Доступ Да В моем случае И Загрузится Непосредственно В библиотеку На место Этой превьюшки Загрузится Уже Оригинал Изображения С которым Можно будет Работать Уже полноценно То есть Я могу Нажать Lights and Savage И это сделать Сейчас Но В данном случае Я еще хочу Одну опцию Сделать Сейчас пока Он лицензирует Да Это может Использовать Одну из моих Лицензий Все честно Окей И я еще могу Найти что-нибудь Похожее Find Similar Например Мне нравится Композиция Этой фотографии То есть Как и цвет Все остальное Я могу Просто выполнить Команду Find Similar И он начинает Искать похожее Изображение Ну Adobe Опять же Здесь использует Свои технологии Сейчас То есть Они Этот интеллект Который работает С поиском Похожих изображений Тоже Будут на основе Они сейчас Уже это делают Это уже Сейчас работает И улучшается Будет Постоянно непрерывный Процесс Технологии Adobe Sensei То есть Вот этот Как раз Фреймворк Adobe Sensei Будет Все улучшать Возможности Подборки Похожих изображений Для того Чтобы Максимально Находить Какие-то близкие Варианты И как раз Один из Снэкпиков То есть Одна из Историй Связанных С тем Над чем Сейчас трудится Компания В своих лабораториях Показанных На Adobe Max Была как раз Связана именно С этой историей То есть Что можно Теперь уже Есть технологии Которые позволяют Искать Указывать При Поиске Похожих Изображений Все детали То есть Например Где человек Должен находиться Слева или справа То есть Как он должен быть Повернут Там не знаю Должна ли у него быть В руках Вилончель Или скрипка Или гитара И так далее И тому подобное Потому что сейчас Он нашел Например Очень много Изображений Но они все Довольно разные В основном Похожи Но есть Какие-то Которые выбиваются Из общей Скажем так Там можно Будет Уточнять Поиск Находя Изображение Точно Под вашу Композицию Говоря Про Обновление Еще Кстати В Creative Cloud Надо Обязательно Подчеркнуть Что происходит Сейчас С Typekit Давайте расскажу Быстренько Если вы заходите В Creative Cloud И вам нужны Какие-то шрифты Вы заходите В ассеты Материалы Шрифты Fonts И жмете На клавишу Sync Fonts From Typekit Таким образом Вас отправляет Creative Cloud Утилита На сервис Typekit Где вы можете Найти Шрифты Но Зайдя сейчас После последних Обновлений Сервиса На сам сервис Можно сначала Попасть Несколько В Какую-то Непонятную Ситуацию Почему Потому что Здесь все Изменилось Что добавилось Добавилась Возможность То есть Помимо Основного Назначения Сервиса Typekit Которое Всегда было У этого сервиса Это доставка Веб-шрифтов В дальнейшем Помните Какое-то время Назад Уже Несколько лет Назад Adobe Добавила туда Возможность Синхронизировать Шрифты Как раз То зачем Он нам Прежде всего Нужен То есть Использовать Не только Их веб-версии И так Мы вроде Попадаем В то же диалоговое Окно Поиска Шрифтов Вот у нас Полный Библиотек Но у нас Теперь еще Есть новое Совсем Поле Marketplace Adobe Добавил сюда Магазин Шрифтов И здесь Можно шрифты Покупить Более традиционным Способом То есть Не по подписке А какие-то Шрифты Стали доступны В режиме Их приобретения И получения Непосредственно В формате OpenType Ну и цены Здесь соответствующие То есть Большинство Гранитур Стоят По своей Скажем так Рыночной Стоимости Надо отметить Что здесь Конечно У них Больше Теперь Появилось Под эту Технологию Шрифтовых Бюро Всевозможных Шрифтовых Дизайнеров Но Для нас С вами Опять же Это не факт Что очень полезно Почему Потому что Ну во первых Стоимость шрифтов Достаточно Высока То есть Для Некоторых Этих шрифтов Можно легко найти Аналоги Дешевле Скажем так На мой взгляд И плюс Если мы Посмотрим Опять же Шрифты с кириллицей Например Сделаем фильтр По language support По поддержке языков Русский То семей здесь Будет достаточно мало Всего 38 семейств В этом marketplace Доступно То есть Но еще раз подчеркну Это новая Парадигма Для сервиса Typekit Но наоборот Более традиционная В принципе В сфере продажи Шрифтов Окей Просто пояснил вам Как здесь теперь действовать Соответственно Вы можете работать С full library Все равно С полной библиотекой Здесь будет у вас Доступно Другое количество Шрифтов И большинство из них Вы можете Синхронизировать Непосредственно С вашим компьютером Используя сервис Typekit Используя Соответственно Возможность Синхронизации Этого шрифта Со своим аккаунтом Алексей Спрашивает Когда будут Выдавать Профайл Adobe Certified Expert Ну смотрите Алексей Сертификат Adobe Certified Expert Мы выдавать В принципе Пока не можем Объясню почему Потому что Certified Expert ACI Это сертификат Который Не после прохождения Курсов Происходит А после Как раз Сдачи экзаменов Специальных Ну возможно Даже Я это зря Сейчас поясняю Потому что Большинство из вас Наверное Это и так понимает То есть Просто прохождением Курса Это не получится сделать Для того чтобы Сейчас Стать сертифицированным Центром Да Сертифицированным Центром Есть определенные К сожалению Бюрократические Сложности Вот С которыми Мы сейчас На самом деле Скажем так Сталкиваемся И пытаемся Их решить Саша спрашивает Про два монитора И то что Иллюстратор запускается На одном мониторе А диалог Новый документ Открывается на втором мониторе Что сделать Да Другими словами Чтобы диалог Новый документ Открывался на том же мониторе Где открыта сама программа Своё положение Новый документ Не запоминает Есть с этим проблемы Кстати Это касается Мака Насколько я понимаю Побороть это Наверное Никак не получится Потому что Даже если вы будете Пытаться делать Вот эти функции Привязки на конкретный дисплей Сами диалоговые окна Сейчас к сожалению Летают куда угодно То есть Зависит от того Где вы там Последний раз Его открывали И я сам с этим сталкиваюсь Иногда это раздражает Когда работаешь С тумя мониторами То что некоторые диалоговые окна Периодически начинают Открываться на Соседнем мониторе Да Это очень неприятно К сожалению Я здесь опять же Не отвечу Не дам решения сейчас Денис Пока нельзя изменить текст рыбы Вот Про иллюстратор Был вопрос Можно ли изменить текст рыбы На Кирилльце Например Да Пока нельзя К сожалению Но здесь Как говорится Стандартный рецепт Если там В индизайне Это можно сделать То В иллюстратор нет И приходится Искать какой-то Вариант Искать сервис с рыбой В интернет где-то Да И брать рыбу Оттуда копировать Да К сожалению Здесь Лучше не получается Пока что Чем тогда Грейдить видео Если не в спидгрейде Да Винчи Наверное В чем еще Ну то есть На самом деле В самом премьере Тоже есть довольно Только с последним Обновлением Они добавили Несколько новых Фишек Связанных с цветом Да То есть Продолжают Просто развивать Дополнять функционал Как раз работы Lumetri Все равно Этого движка Да Который был Ну Во время спидгрейда Развития Скажем так Спидгрейда Еще совсем недавних Который был В общем-то И добавлен В премьер Вот Но В последнее В последнее время Они добавляют Туда возможности Работы с цветом Больше Посмотрим Как это будет Дальше развиваться Честно говоря Неизвестны пока планы Они их не афишировали Что будет На замену Спидгрейда Скажем так Снежана Есть вопрос Про Айпадные Приложения Сегодня Не планировал Особо Про них рассказывать Просто мы По времени Скорее всего Не успеем Но Если есть Такой запрос И он Не только от тебя На самом деле Есть этот запрос Мы постараемся Сделать отдельный Мастер-класс По приложениям На Айпад И это Постараемся Сделать зимой Да Чтобы это было Не слишком Не слишком Отложено В какую-то Долгоиграющую Историю Потому что Это сейчас Актуально Есть довольно Интересные новинки Именно в мобильных Приложениях Для дизайнеров Кто хочет Рисовать Создавать Опять же С помощью Мобильных приложений Быстрые макеты Мокапы И так далее В Bridge практически Ничего не появилось Нового Там больше касается Работы со стоком Никаких особых фишек Подчеркнуть не могу К сожалению Большому К сожалению С Bridge В этом обновлении Только проблемы Были Связанные В целом Мне нравится Это обновление Если говорить По производительности У меня По крайней мере Я заметил Что мне стало Комфортнее Гораздо работать Потому что На какое-то время Я вообще Bridge Вычеркнул Из своей жизни И вот С последними обновлениями Я к нему Вернулся обратно И использую Периодически Но Определенные проблемки Возникли В последнем обновлении У меня Например Связанные С Панелью Output Которую я использую Как раз для создания Из Bridge Каталогов PDF Например Изображений Очень полезный Которое пришлось решать Так Когда выйдет XD для Windows Обещали Вообще До Конца года Но Сами знаете Антон Как бы здесь Такой вопрос Что Обещание Например Феликс Они обещали Сейчас выпустить Они его выпустили Посмотрим Когда он появится Ну плюс Еще один такой нюанс XD для Windows Выйдет только Для Windows 10 То есть Для более ранних Версий Windows Поддерживаться он Не будет К сожалению То есть Тут надо однозначно Сразу понимать Что надо сразу Будет поставить Десятку Если она еще Не установлена Nimbus Это некий Такой Lightroom Mobile То есть Это новое приложение Которое Adobe планирует Выпустить Для планшетов И мобильных устройств Позволяющее Работать с RAW Полностью Редактировать Любые В общем-то Форматы Изображений И Там они Также планируют Использовать Большое количество Технологий Основанных На технологии Adobe Sensei То есть Опять же Искусственный интеллект Для обработки Изображений Когда мы его увидим Тоже не очень пока Понятно Поэтому Давайте сейчас Посмотрим Есть ли кто-то Кто работает в InDesign Друзья Покажите статус Довольно мало людей Да Окей На самом деле Это может и хорошо Потому что В каком-то смысле Да Сейчас не будет Большого расстройства Потому что Новинок в InDesign Adobe Не сделал практически Никаких Друзья мои К сожалению Действительно Большим изменением Произошло только Улучшение работы Со сносками И для ускорения Процесса Сразу Откроем Конечный вариант Где сноски Настроены По новым Возможностям Проблема Дизайн Предыдущих версий При работе Со сносками Заключалась в том Что Он не очень Хорошо Не очень корректно Скажем так С ними работал В колонках То есть Получалось Что Например Сделать Сноски Через две колонки Было Невозможно Да То есть Почему Так это происходило Давайте сейчас Заглянем в меню Type Document Footnotes Options Сноски Настройка параметров Сносок В меню Layout Здесь появилась Теперь новая галочка Span Footnotes Across Columns То есть По сути Объединять Сноски Сделать их Общими Для нескольких Многоколоночных Элементов Макета Да То есть Для текстовых Контейнеров Статей Которые Являются Многоколоночными Казалось бы Небольшое изменение Но на самом деле Что мы видим Когда мы эту опцию Отключаем Мы видим Что сноски Начинают работать Несколько иначе Да Вот сейчас я отключил И сноска пошла Опять через А Так и было Сейчас подождите Мы обратно Включим Взжим Spanning Cross Close И что еще Хорошо Они ввели Эту возможность Не только на уровне Всего документа Но и на уровне Отдельных текстовых фреймов Например Я могу выделить Этот текстовый фрейм И вниз В его параметрах В текст Frame Options Это меню у нас Object Text Frame Options Или правой кнопкой Мы добираемся До этого меню Сноски Справа Здесь мы Видим такую Маленькую галочку Enable Override То есть мы разрешаем На уровне Текстового контейнера Управлять сносками Самостоятельно То есть Например В данном случае Мы разрешаем Например Выполнять здесь Span Как раз Объединение сносок Через все колонки Конкретно для этого фрейма Если мы здесь Отключим эту опцию То тогда Сноски в этом Контейнере Начинают вести себя Как во всем документе А во всем документе Еще раз в меню Type Общих настройках сносок В макете Мы настроили Что Span у нас отключен То есть это как Раньше сноски работали Соответственно Если у вас Появляется сноска Где-то здесь Например Type Insert Footnote Сноска пошла здесь Пошел какой-то Текст к сноске Мы его добавили Это не очень хорошо Может быть Если вы хотите Чтобы они объединялись Теперь новая опция Вам очень здорово поможет Идем еще раз В меню Type Document Footnote Options Включаем в меню Layout Span Footnotes Across Columns Все Теперь у нас сноски Работают для данного контейнера Ну вообще В принципе Для всего документа И здорово Что еще раз подчеркну Что на уровне контейнеров Это тоже можно менять В принципе Можно про новинки Индизайн На этом практически Заканчивать Потому что Есть опция Работы со стрелками В панели Stroke Да Теперь просто можно Ну я даже не называю это Обновлением Потому что Можно просто Менять масштаб Отдельно Стрелок Немножко удручающая ситуация На самом деле Потому что Я например Конечно ждал Гораздо больше Но я не ждал Потому что я видел При релизе И знал что там Поэтому В принципе Я-то как раз разочарован Не был Я думаю Что вы очень разочарованы Что в индизайне Кроме сносок Собственно Ничего нового Не появилось Будем надеяться Что в следующем Обновлении Adobe нас порадует Окей Что появилась Еще небольшая Миниатюрка Для шрифтов OpenType Если вы используете Шрифт OpenType Это не работает Для TrueType Шрифтов для OpenType Только То вы видите Здесь Контекстное Некое меню В виде пиктограммки С логотипом OpenType Кликайте на эту Контексте Появляется Возможности Что-то изменить То есть применить Какой-то эффект Ну например Для этого текста У него в этом шрифте Есть только один эффект Да То есть можно применить OutThere Причем здорово Что он Small Caps Капителя Можно применить То есть было так Стало вот так Да Small Caps То есть он заменяет Буквы Строчными Прописными глифами В размер строчных Да Такой вот эффект Ну то есть можно сделать Окей И здорово Что он подсвечивает Подсвечивает на самом деле Он не полностью Этого не надо бояться Он наоборот Подсвечивает те элементы Которые были изменены В результате вот этих вот Изменений параметров OpenType форматирования Да Вот OpenType атрибутов Вполне может быть полезно Но Для кириллицы Опять же Не все эти опции применимы И Ну просто на моей практике Например Довольно мало шрифтов Где Где действительно можно Найти хорошие какие-то Альтернативы Для символов Там и так далее Да То есть где мы реально Можем это использовать Серьезно на практике Но опция такая есть Окей В принципе все Про индизайн Есть мелочи По интерфейсу Я не считаю нужным Сейчас тратить время На то чтобы это разбирать Пару слов о том Что произошло в Muse Без демонстрации Да Почему Потому что там тоже Произошли скорее Косметические изменения Что интересного добавилось В библиотеках Для тех кто не знает Adobe Muse Это программа Для создания Веб-сайтов Без кода Да То есть открываете Adobe Muse Создаете новый веб-сайт Причем можно делать Responsive Можно делать Фиксированной ширины Да То есть Responsive Адаптивный сайт Естественно Muse позволяет делать Адаптивные сайты Безусловно И Задаете объекты Как будто вы работаете В InDesign Или в Illustrator Простым образом Да Но при этом Эти объекты Уже создаются В HTML Практически Да То есть потом вам остается Только опубликовать Этот ваш сайт Добавляете виджеты Интерактивы И вот как раз Одна из опций новых То что Muse Всегда поддерживал HTML анимацию В формате OEM Например Но сейчас можно Эту анимацию Выгружать непосредственно В Creative Cloud библиотеки Если вы этими библиотеками Пользуетесь То это может быть Очень интересно Потому что Сами библиотеки Могут быть расшарены Для команды Пользователей Например Над проектом Сайта Могут трудиться Несколько человек И вы можете Расшарить библиотеку Чтобы у всех Были одинаковые ресурсы То есть если вы Меняете какой-то Логотип в этой библиотеке Или ту же анимацию То эта анимация Приходит ко всем Людям на кого Библиотека Creative Cloud Расшарена Кстати это можно Сделать где угодно Хоть в InDesign Библиотеки общие То есть вот здесь Я могу открыть Свою же библиотеку MaxStream И использовать Эти же изображения И здесь же В неиспадающем меню Могу сделать команду Collaborate Или ShareLink То есть ShareLink Это просто отправить Библиотеку Например Клиенту Так проще всего отправить Чтобы он не участвовал В работе Collaborate Не надо там Вот пожалуйста Как бы сотрудничество Нам Мы лучше Оставим сотрудничество В нормальном ключе Не давая возможности Менять какие-то материалы В библиотеках Клиенту Вот Но например Расшарить линк Ему просто без возможности Редактирования Это будет очень даже хорошо Потому что Таким образом Вы можете маркетинг менеджеру Например Скинуть библиотеку Со всеми материалами И там Менеджер не будет Задавать вам вопросов И просить вас Скидывать отдельно Какие-то Там не знаю Материалы На котором вы работаете Да Вы просто обновляете К библиотеке Да Она видит всегда Или он Видит последнюю информацию Используя линк К этой библиотеке Или Collaborate Collaborate Это уже когда вы Приглашаете к сотрудничеству Над этой библиотекой Когда вы нажимаете клавишу Естественно вас сопровождает Creative Cloud И здесь вы Это делаете Ну Возвращаясь к Muse То есть Collaborate Вы можете пригласить К сотрудничеству Ваших коллег Тех людей С кем вы Возможно Работаете над проектом Возвращаясь к Muse Что еще интересно Для тех из вас Кто делает Респонсив сайты Эти же библиотеки Creative Cloud Раньше не поддерживали Добавление туда Элементов С breakpoint Да То есть С точками Определения Как бы Ширины Макета И Состояния Объекта Под конкретную ширину Сейчас это Добавляется То есть Библиотеки поддерживают Такие элементы Поэтому Респонсив сайты Вам станет Делать проще Еще добавили Новую Версию Гугловской Recaptcha Потому что Они уже перестали Recaptcha 1 Поддерживать Google И соответственно В Muse уже Добавлено Recaptcha 2 Не уже А как раз Как необходимость Добавлено Потому что По другому никак То есть Если вы делаете Recaptcha формы Регистрации Или какие-то формы Обратной связи На сайты То это будет Для вас очень полезно Что еще Чтобы у вас Как бы Роботы не Регистрировались Где-то на сайтах Не отвечали На ваши формы Хотел отдельно Подчеркнуть Что если вы Не смотрели Стрим По новинкам Adobe Premiere И новинкам Adobe Audition Пожалуйста Посмотрите Эти стримы Это отдельные стримы Которые проводили Дима Ларионов Артур Орлов Специально здесь Добавил ссылки Ну вы можете Их найти Просто по названию На сайте Школы Профайл Либо на YouTube На канале Школы Профайл И сейчас Я предлагаю Нам с вами Попробовать Два новых Проекта Посмотреть два новых Совершенно приложения И чего нового Появилось в них Это Прежде всего Приложение XD Adobe XD Приложение Которое предназначено Для работы Над пользовательским опытом Для создания Этого пользовательского опыта Поэтому оно называется Так Experience Design То есть для Прототипирования Создавайте Прототипируйте Делитесь этим Так звучит Лозунг этого приложения Кто уже Работал в этой программе Пробовал ее Буквально единицы Насколько я понимаю Да Но давайте По другому вопросу Дадим А кому из вас Приходится работать Над прототипами Пускай даже бумажными То есть вот Если вы работаете Поделитесь в чате Своим опытом В этом направлении Причем самое интересное Что прототипы Скорее всего Вам может Понадобиться Задавать самое разнообразное Не только веб-сайтов Для веб-сайтов Прототипирование Это Стандартный И практически Неотъемлемый Процесс Потому что Прежде чем приступать К рисованию Мокапов И тем более Коду К работе С программированием Веб-сайта С его версткой Программированием Нужно Сначала разобраться С назначением Сайта С его основными Разделами Рубликами И так далее И создать Прототипы Желательно Чтобы они были Каким-то образом Анимированы Скажем так Чтобы были рабочими Чтобы можно было Переходить С Одного экрана На другой Используя какие-то Кнопки И так далее Вот как раз Для этих задач Создан инструмент Experience Design Он на рынке Естественно Не новый То есть В принципе Рынок Мокапов Прототипирования Для мобильных Приложений Для веб-сайтов Уже давно Есть на нем Такие мощные Как бы И крутые программы Как например Sketch Всем известный Или Есть Такие программы Для прототипирования Множество сервисов Существует Таких как InVision И похожих На него Сервисов Для Непосредственно Создания Прототипов Но Чем интересен Adobe XD Тем что Они немножко Со своей Продигмой Подошли К прототипированию Давайте посмотрим Как здесь Выглядит Вообще Чтобы создать Новый проект Достаточно Просто кликнуть На каком-то Из вариантов То есть У вас Создается Новый проект Здесь Вы можете Создавать Новые Монтажные Области Новые Артборды Непосредственно В самом Макете Можете Дублировать Существующие Мы сделаем Уже на готовом Макете Чтобы у нас Были какие-то Асеты И Подход Adobe Здесь такой Что Главное Мне кажется Плюс XD Один из самых Таких основных В том Что Он легко Работает С материалами Из Photoshop И Illustrator То есть Можно перекидывать Прямо простым Обычным Копированием И вставкой Практически Любые материалы Из тех Мокапов Которые вы рисуете Например Уже Мокапов То есть Дизайнов Экранов Для веб-сайтов Для мобильных Приложений Которые вы рисуете Photoshop И Illustrator Например Можно спокойно Перекидывать Материалы сюда Ну Давайте с вами Откроем Готовый макет Для того Чтобы посмотреть Как это все Крутится и работает Итак Я открываю Тут свой формат Проекта XD Именно в этот формат Experience Design Сохраняет свои Проекты Непосредственно И Например В данном проекте Уже у нас есть Ряд Каких-то материалов То есть Это разные Монтажные области Одна из новинок Последней версии Последнего нового времени Это появление слоев То есть Теперь у нас есть Возможность контроля Послойно Для каждого артборда Всех материалов Которые находятся В этом артборде То есть Как это выглядит Переходим Например Артборд Экрана приветствия Welcome Screen Нашего приложения Прототипа Мы видим здесь Группы объектов Можем их выделять Кликать Они выделяются Непосредственно внутри Причем Естественно Я могу сейчас Приблизить Используя Классические Такие инструменты Приближения Как обычно Во всех программах Adobe И здесь Вся графика По сути Представляет Из себя Просто векторные Объекты То есть В самом XD Можно это все Нарисовать То есть При необходимости Создания Какого-то элемента Вы можете Спокойно добавить Его с помощью Простых инструментов Таким вот образом Да То есть У элемента Есть определенные Параметры То есть У него есть Заливка У него есть Бордер Или нет То есть На ваше усмотрение Естественно Вы можете Задавать цвет По эффект Составляющим То есть Все заточено Под работу С мобильными Приложениями И веб В принципе Да Есть альфа-канал По разрачности Есть Некоторые Эффекты Ну Посмотрим Будут ли В части Эффектов Как раз Они что-то Добавлять Еще Пока Мне это Неизвестно Хорошим Интересным Таким Элементом Упрощающим Здесь Прототипирование Является Возможность Как раз Работа С Повторяющимися Элементами Например Если у нас Есть вот такой Элемент То мы можем Его легко Раздублировать Эту группу Объектов Сейчас обратите Внимание Что все Получающиеся Дали Элементы Будут Идентичными Абсолютно Хотя ранее Они были уже Изменены вручную То есть Достаточно просто С группой Объектов Это обычная Группа Объектов То есть Если я сейчас Ее разгруппирую Это отдельные элементы Вот они по отдельности Доступны Текстовые элементы Которые прямо здесь заданы Вот этот элемент Скопированный Из иллюстратора Или с фотошоп Смотря В чем мы его нарисовали Либо В формате SVG Добавили И Выделив Вот эти Элементы Сгруппировав Их Я могу Сдублировать Нужное количество Мне повторений Просто Увеличив Этот контейнер В дальнейшем Естественно Я могу поменять Текст В каждом из В каждом из элементов В каждом из элементов Отдельно То есть Я здесь полностью Все редактируется Могу спокойно Это все менять Более того Мне сейчас еще Символы ввели Как тоже Одно из Самых последних Обновлений Которое упрещает Работу еще С символами Приложение С точки зрения Дизайна Еще чем хорошим Располагает Естественно Есть возможность Работать С сетками То есть Здесь есть Вот как раз Вот эта функция Работает С сетками Может быть Работать еще Таким образом И вправо Тоже может Увеличивать Сейчас Это как раз Я про другие Просто немножко Сетки Сейчас я Разгруппировал Обратил Обычные объекты В самом приложении Можно также Работать с Добавлением Монтажных областей Как здесь у нас Выполнено То есть Выбирайте просто Инструмент Artboard Tool Вот здесь Специальная Такая монтажная Область Добавляйте Выбирайте Нужный вам Вариант Монтажной области Например Если вы Решили сделать Тут же Несколько Монтажных областей Под Другие Предположим Экраны И в данном случае Я под такой же Экран выбираю Он добавляет Новую монтажную область Добавить на нее Элементы Достаточно просто То есть Можно например Пойти в Photoshop Там где у нас Все открыто И Элементы Векторные Векторные элементы Которые В принципе Могут быть Выделены Выбраны С помощью Инструментов Shape Вот они у нас Сейчас все Активны Да Я могу добраться До них По отдельности Эти элементы Можно собственно Помещать В Эти элементы Можно поместить В XD Просто копированием Вот простой пример На этой монтажной области Теперь могу Скопировать Вставить эти элементы Через команду Edit Paste И Сделать еще раз Не хочет Сам что-то торможу Секунду Давайте перейдем Пока к следующей теме Связанной с тем Как раз здесь Прототипы Сами создаются Ну здесь Также можно Создавать И сами Как бы Гайды Сетки Которые Позволяют Работать С Сеткой Макета То есть Когда вы Включаете Сетку На артборде Show Artboard Grid У вас есть Возможность Поработать С Непосредственно С самой Этой Сеткой Настроить Ее Параметры Сейчас Поговорим О формате Прототипирования Вот когда вы Переходите В режим Прототипирования Здесь Все Не менее Интересно Почему Потому что Интерактивными Инструментами Позволяет Создавать Вам связки Между Теми или иными Элементами Макета И Выполнять Переходы На другие Экраны На другие Скажем так Функции Например Как здесь Реализовано Есть связь Между Кнопкой Пользователя В личный Кабинет Пользователя MyStuff Если на Этой связи Кликнуть То появляются Еще некоторые Параметры Этой связи Что происходит Например Вот здесь Таргет MyStuff То есть Выставляете Ту монтажную Область На которую Этот элемент Должен переводить При нажатии На него Transition Как раз Есть некий Тарабор Отвечая на вопрос Есть ли какая-то Анимация Да Есть некие Транзишины То есть Это например Выталкивание Влево Вправо Вверх Вниз Или Переход Просто Слайд Перелистывание И Есть ли Возможности Добавления Небольшой Динамики К этому Транзишину Есть Можно добавить Изинг То есть Из-out Из-in Для того Чтобы у вас Происходило Например Замедление При работе Этого Транзишина И продолжительность Параметры На самом деле Сейчас достаточно Не в большом Количестве Скажем так Далеко Да Но Для создания Прототипов Это работает Довольно быстро То есть Например Если я хочу Чтобы при Например Клике На кнопку Search Меня отправляло Куда-то Например На поисковик Непосредственно На search result На экран Search result То я могу Сделать Здесь связь Другую Переделать Например То есть Текущую связь Я могу Перенастроить Отправлять Сразу На search result Предположим Хотя Это сейчас Будет Не очень правильно Потому что Сначала Конечно У нас Появляется Именно Отправление К Поиску Вот А потом Уже Мы получаем Результаты В специальном Экране Search results Да То есть Это уже будет Экран Где мы Найденные Уже нашли Но Мы сейчас Давайте Сразу отправим Например Напрямую У нас Здесь появляется Связь Где мы Можем Тоже Назначить Какие-то Моменты Ну что Удобно Вы можете Любую Кнопку В принципе Таким образом Выбрать То есть Например Выбираете Вот эту Кнопку Cancel Что она Делает Куда она Отправляет Отправляет К предыдущему Экрану К следующему И так далее Можно ли это Использовать Только для Сайтов И мобильных Приложений Конечно нет Дело в том Что Сам XD Такие прототипы Умеет экспортировать Ну во первых Что он умеет делать Он умеет их Шарить онлайн То есть Делаете команду Share online Создаете линк Разрешаете Комментирование И Он выполняет Сейчас выгрузку В Creative Cloud Этого прототипа И даст мне ссылку Которую я могу Скопировать И например Открыть в Safari И здесь это выглядит Следующим образом То есть Вот здесь Как раз Я например Могу добраться До разных Экранов Значит То есть Это полностью Интерактивный Прототип То есть Как раз Для уровня Прототипа Этого более чем Достаточно То есть Edit Profile Мы например Попадаем В А мы уже Находимся в профиле Поэтому здесь нет Магазин Да Вот экран магазина То есть Все как мы нарисовали В самом приложении Можно спокойно Протестировать Через браузер То есть Таким образом Можно показать Клиенту И разрешить Если комментирование Разрешено То Можно добавить Какой-то комментарий Но для этого Правда нужно Здесь залогиниться То есть Выполнить команду Sign in To make a comment Сейчас они Активно работают Над механизмами Совместной работы То есть Этот проект Очень молодой XD Ему буквально год За год Все вот это уже сделано Из того Что обещают Для него сделать То есть Самая вот Классная штука Которая была показана Adobe Max Кто Adobe XD Заинтересовался Обязательно посмотрите В первой же Кейноте Есть новинки XD SnackPix То есть То что будет сделано В ближайшее время В программе Например Добавилась История версии Совершенно потрясающая То есть Там Как на мобильных Приложениях Adobe Историю можно откатить Практически полностью Даже если Вы проект Уже сохраняли Закрывали Открывали Заново То есть История хранится Не временно В некой Оперативной памяти А хранится Всегда в проекте То есть Можно откатиться На любой Вариант Который был в процессе Довольно давно Скажем Сделан То есть В течение Определенного периода Можно всегда К нему вернуться Очень удобно Ну и Говоря про то Как После того Как вы уже Это все закончили Прототип Как его Куда-то экспортировать Есть команда Export Которая позволяет Вам Выбрать формат С которым Вы хотите сталкиваться То есть Вы можете Экспортировать Непосредственно Экспортировать Ассеты Непосредственно Для конкретных Систем Разработки То есть Для iOS Для Android Со своими Спецификациями То есть Например Для Android Вы можете Выбрать Нужный Формат В 200 В 300 В 400 Процентов Чтобы ассеты Были подготовлены И нажимая На клавишу Export Он вам подготовит Ту папку Которую Выбираете Все изображения Все что Участвовало В этом проекте В виде отдельных Элементов Также Можно Экспортироваться Не в PNG Формата В SVG Например То же самое То есть Здесь единственное Что Вы можете выбирать Как работать С изображениями С растрами Внутри этих SVG Линковать Либо Встраивать И есть еще Формат PDF Это как раз Для задач Когда вы Хотите Просто получить PDF Для того Чтобы Например Просмотреть В Там не знаю В Acrobat Те материалы Которые у вас Получились Либо Использовать Их в каких-то Проектах Не связанных Непосредственно С разработкой Сейчас Выделенный материал Он добавил сюда Естественно Если я сниму Выделение То речь уже пойдет О добавлении Всех сразу Материалов Делаем экспорт Можем сделать Например Single PDF Файл Export all artboards Экспортировать Все артборды То есть Я просто сделал Экспорт Когда был выделен Отдельный элемент Поэтому Естественно Экспорт получился Только на этот Выделенный элемент Давайте мы Теперь сделаем На все App Design И мы получим Вот такую Возможность Увидеть Многостраничный PDF В котором Каждый экран Отдельная страничка Это если вам нужно Этот прототип Передать куда-то Для дальнейшего Может быть Обсуждения Если люди Не могут Обсудить его С вами Через Функцию Shareline Либо Этот прототип Опять же Может быть сделан Не для Веб И не для Мобильных приложений А вы просто Прототипируете Какое-то свое Издание Или еще Что-то подобное То есть В принципе XD чем интересен Его не специализируют На чем-то одном То есть Они говорят Что мы Можем делать Через него Он предназначен Только для мобильных приложений И все Пожалуйста Прототипируйте Все что вам угодно То есть Если вы Для создания Каких-то проектов Видите для себя Его полезным Он у вас всегда Под рукой В Creative Cloud Что удобно Опять же В этой парадигме Creative Cloud Что Они все-таки Нам это все Предоставляют Наравне С нашими Основными Инструментами То есть Мы там Получаем Photoshop Illustrator InDesign Premiere Что еще Нам нужно И параллельно Получаем Такие дополнительные Плюшки Как Например Проект XD С которым Мы можем Работать С прототипами Ну Про него Пока хватит Я на самом деле Думаю Что про него Надо делать Отдельный Курс И отдельный Мастер-класс Ну давайте Посмотрим Еще один Проект Он появился Буквально Вчера На Max Был анонсирован Это проект Felix Установился Он уже Можете себе Тоже на компьютере Устанавливать Появился Он просто В списке Приложений В самом Creative Cloud Felix Вот так он Называется Да Программа Интересная Почему Потому что Это Попытка Adobe Вновь Посмотреть На Трехмерную Графику В применении Ее к Реальным задачам Сегодняшним Задачам Дизайнера Который В 3D Никак Совершенно Да Например Не знаком Но При этом Ему нужно Делать Предположим Какие-то Трехмерные Мокапы Ну вот Сейчас покажу Короткий пример А потом Мы погрузимся Сами В эту Программу Потому что Здесь Вы можете Брать Трехмерные Модели Помещать Их Выбирать Соответственно Типы Материалов И Самое Интересное Что все Это Можно Комбинировать С Двухмерными Изображениями Ну Этот ролик Вы в дальнейшем Сможете Сами Посмотреть Он Видите В стартовом Экране Программа Всегда Доступен Посмотрим Конечный Результат То есть Программа Позволяет Это все Объединить И выполнить Рендер С учетом Освещения Которые Вы применяете С учетом Материалов Которые Вы применяете Давайте Посмотрим На практике Как это все Работает Создадим Новый Проект Насчет Материалов Сейчас я Пока буду Использовать Пару стандартных Материалов Которые Есть Пока Мне не очень Понятно На самом деле Самому Даже История Почему Они На Импорт Материалов Не очень Прозрачным Сделали Поддержку Там Разных Типов Моделей Я думаю Что это Просто Все Пока В разработке Скорее Всего Потому Что Можно Добавлять Модели В формате Object С которым Работает Photoshop Фотошоповский Трехмерный Функционал В самой программе Adobe Photoshop То есть Эти модели Которые вы Можете Открывать Photoshop Или создавать Там их С помощью Экструзии Photoshop Но это Конечно Не самый Лучший Вариант Но все же Их можно Импортировать Сюда В XD Но У меня в любом Случа Сейчас нет Под рукой Таких моделей Сохраненных Нужных формат Зато Есть Ассеты Панель ассетов Где есть Несколько Моделей Стандартных Которые Здесь идут Вместе с Программой Ну либо я могу Сейчас загружать Модели С Опять же С сервиса Stock Перетаскиваю Драгон дропом Итак у нас есть Некая трехмерная Сцена Очень простые Инструменты Работы С этой сценой То есть У нас есть Возможность Вращения Камеры Вокруг Соответственно Возможность Перетаскивания Естественно Все это На горячих Клавишах И возможность Соответственно Отдаления Камеры Приближения Отдаления Также присутствует Обратите внимание Что внизу Справа В миниатюре Заработал Предварительный Рендер То есть Это такой Упрощенный Рендер Очень В небольшом Скажем так Формате Его можно Развернуть На весь экран То есть Есть такая Возможность Но сейчас Пока там Рендерить Особо Нечего То есть Он прорисовывает То что Мы создаем Сейчас пока Схематично Ну нужно Добавить сюда Какое-то Изображение Например Возьмем Добавим сюда Фотоизображение Делается это На самой сцене Есть Бэкграунд Обязательно В этот Бэкграунд Можно положить Какое-то Изображение Переходим В настройки Бэкграунда Выбрав его Справа Есть у нас Возможность Добавить сюда Бэкграунд Имидж Ну опять же Я сейчас могу Воспользоваться Библиотекой Да То есть Могу Открыть Документы Здесь В библиотеке Или библиотеки Сами по себе То есть Ассеты Документы Библиотеки Вот я могу Открыть Лайбрис Найти нужную Мне библиотеку Creative Cloud MaxStream Например И взять Вот это Изображение Из Adobe Stock Итак Оно у нас Сюда помещено Можем Видеть Что теперь У нас 3D-сцена Как бы на этом Изображении И так далее Здесь Вновь Добавим Изображение И Вернем Камеру В нужную Позицию Но Мы Всегда Сталкиваемся С тем Что Необходимо В таких Случаах Делать Автоматическую Подгонку Сцены К самому Изображению То есть К тому Чтобы Опять же Если например У нас сейчас Более-менее Все получилось Вручную В автоматическом Режиме У нас может быть Команда Перспектива В общем не совпадает С той перспективой Которая у нас есть Снимка Я вот к чему веду Просто я сейчас Удивляюсь Почему не активна Команда Align View to Image Потому что я с этим Уже экспериментировал Очень классно работает И кстати на Adobe Max Уже с этим На стенде у них Непосредственно поработал Align View to Image Вот эта команда Должна автоматически Подгонять Перспективу Картинки Перспективу Сцена Очень жалко Что сейчас Я не могу Вам этого продемонстрировать Но давайте Посмотрим это в ролике Потому что Это очень важная тема Я прям покажу Вам вот этот фрагмент Давайте откроем Вот этот ролик И посмотрим Работает ли В этом случае Функция Подгонки Сейчас специально Перекручу на тот момент Когда уже будет Добавлено Фоновое изображение Итак Вот у нас добавлен Вот как раз момент Когда идет подгонка Посмотрите Просто сейчас Как выполняется Здесь подгонка Можно вручную подгонять Но есть кнопка Align View to Image Да И она доступна Справа Если на нее нажать То подгонка Происходит автоматически Бумс Вот Перспектива Подогнана Автоматом Под перспективу Изображения Возможно В нашем случае Он просто Эту перспективу Поймать не может По-моему Даже У меня Даже с ним Да он По крайней мере Не тот же самый Но очень похожий Получился Окей Давайте Должно работать Возьмем Нашу Непосредственно Сцену Это должно работать Для сцены Давайте сейчас Вручную подгоним Окей Мы увидели Что он подгоняет Хорошо Обычно Это должно работать Возможно Это зависит от того Что Какое изображение Используется Может быть Не везде Вом состоянии Построить Правильную Перспективу Подходящую Да В данном случае Мы подгоним Это все Давайте ручками Не думай Что это Какая-то Большая Для нас С вами Проблема Так Поставим Вот так Интересно Другое Интересно Что Есть специальный Инструмент Масштабирования Элементов То есть Я могу В любой момент Например Я сейчас Сюда добавлю Какой-нибудь Еще один Элемент Предположим Закроем Сцену Вернемся К материалам Стандартным Кассетам И Внутри Бутылки Добавим Например Не знаю Какой-нибудь Листочек Или какую-нибудь Фигуру Давайте телефон Туда запихнем То есть То что сделать Физически невозможно Мы сейчас Сделаем С помощью 3D Я два раза Кликнул На материале С телефоном Этот телефон По идее Сейчас должен Быть добавлен Непосредственно В саму Возможно Нужно картинку Приобрести На стоке Окей Мы сейчас Пока не будем На этом зациклиться Посмотрите Как это работает У меня есть возможность Выделять отдельно Теперь в сцене Либо На самих объектах Либо в панели Skin Справа Открываем Здесь Нужный нам Элемент Его можно С помощью Инструмента Scale Который сейчас У меня выбран Немножко уменьшить Как по Вертикали Горизонтали И соответственно Так как Нам может Понадобиться По всем Координатам То есть пропорционально В трехмерном пространстве Уменьшаем Тогда его За Эту диагональ В пререндере Уже видно Что Айфон Он там Такой прозрачненький Бутылка прозрачная Внутри Телефон Можем переключиться В основной рендер И посмотреть Пока что Получается Со стандартными Материалами То есть Он уже со стандартом Будет что-то давать Такое достаточно Интересное Давайте Сделаем рендер И Сейчас он нам Прорисует Изображение И начнет Создавать Трехмерную Картинку Рендер работает В фоновом режиме Если у вас машина Конечно позволяет Потому что у меня В моих экспериментах Фоновый режим Работал достаточно медленно То есть он работает Я могу перейти в дизайн Спокойно делать Что-то в дизайне Он Текущий Рендер Будет продолжать Выполнять Потому что Эта процедура Долгая Но При этом Честно говоря Мне не получилось Комфортно работать В режиме дизайн При этом Окей Собственно Он сейчас Выполняет рендеринг Мы видим Что там получается Теперь давайте Вернемся Тормозим Этот рендер Можно сделать Временный снапшот Сохранить его В формат PSD куда-то Просто Ну например Если нам нужно Быстро получить результат Например На В папку Felix Snapshot Сюда он Сохраним Replace Текущий снапшот Заменили Окей Пока нажмем Либо паузу Либо cancel render Сейчас пока Мы остановим Окей Мы остановим Этот рендер Он предупреждает Об этом Потому что Это может быть Долгая процедура На которой Потрачено время И вы ее Зря останавливаете Должны четко Понимать Что вы делаете Мне это сейчас Другое интересует Нам нужно построить Для этой сцены Рисунок Цвет Освещение И можно Это освещение Взять из библиотеки То есть Здесь есть раздел Lights И для Непосредственно Нашего элемента Добавить Это освещение Сюда Но мы сейчас Сделаем кнопку Create light From image Потому что У нас есть Некий environment Вокруг Который Мы хотим Использовать Как Карту освещения Скажем так Соответственно Чтобы у нас Соответствующим образом Отражения работали Всякие И так далее Рендер Довольно Интересный Здесь выполнен Довольно Реалистично У нас Тут же Появляется Сразу Возможность Увидеть В превьюшке Рендера Даже Здесь справа Если вам Заметно То там Совсем Другой Результат И Давайте Сейчас Здесь уже Поэкспериментируем Тогда возьмем Сам Вот этот Телефон Например Его Несколько Довернем С помощью Инструмента Поворот Как будто Он там Находится Под небольшим Углом И С помощью Инструмента Move Перемещение Поместим Его чуть Пониже По координатам Справа Можем смотреть Где он Находится По координатам Ну и Если нам Нужно Увидеть Если нам Другие Объекты Мешают Увидеть Пока Я не знаю Как их Отключить Скорее Всего Пока Никак Ну то То есть Через Вот такую Сетку Мы не очень Видим Где мы Позиционируем Объект Насколько Точно Он получается Внутри Элемента Вот приблизительно Так например Сделаем Окей Нам сейчас Достаточно И попробуем Поработать С Освещением Сцены То есть Здесь у вас Есть несколько Параметров Освещения Вы можете Вот здесь Выбирается Это освещение Можете Использовать Любое Изображение В принципе Загрузить Из любого Файла Карту Освещения Здесь есть Порог Непосредственно Для этого Для этой Сцены Всей целиком Освещение Light Threshold Интенсивность Света Чуть ниже Настраивается И поворот Ну то есть Это расположение Источников Света Конечно Сейчас адски Все тормозит Друзья Потому что Вместе с Трансляцией Да Это Сейчас Мой комп С этим Не справляется Окей Мы можем Повернуть Свет Как угодно В принципе Да Давайте сейчас Поставим Интенсивность Немножко Побольше То есть От этого Будет зависеть Положение Теней В макете И так далее Ну и Собственно Давайте Сделаем Рендер Посмотрим Что у нас Будет Получаться Сделаем Рендер Материал Мы тоже Можем Перенастроить Но сейчас Не будем Это делать Я просто Покажу Как Это делается После Рендера И так Нажимаем Кнопку Рендер Чуть-чуть Подождем Пока Пока он Это делает Пока он Делает Рендер Что Они еще Здесь Применили Сделали Специальный Инструмент Выделения Мэйджик Типа Мэйджик Вент Такой Который Выделяет В 3D На самом деле Об этом Было Сказано Что Это Действительно Магия На самом деле Никого Магии Там нет Потому Что Если В 3D Модели Какие-то Элементы Сделаны Отдельно Как Полагается То Конечно Этот Инструмент Выделения Позволяет Их Выделить По Отдельности Вот И Все Если В 3D Модели Модели Сделаны Какими-то Большими Частями Нет Отдельных Частей Выделяемых Раздельных То Этим Инструментом Выделить Их По крайней мере У меня Не получалось Отдельно Если Они В 3D Модели Сделаны Неправильно Конечно Для этого Инструмента Для Феликса В любом Случа Остается Вопрос Работы С 3D Моделями То есть Если Вы хотите Создавать Что-то Своё Собственное Вам Нужно Adobe Max Вам Нужна Maya Вам Нужно Что-то Для того Чтобы Может быть Какие инструменты Попроще Даже Google SketchUp Он тоже Экспортирует Нужные Форматы Соответственно Можно модель Создавать Там Но Это уже Другой вопрос Для этого Феликс Не заточен Он заточен Как раз Для того Чтобы Дизайнер Взял Готовую Модель Взял Фотографию Которую Ему Нужно Максимум Поместил Какой-то Лейбл На эту Модель И Сделал Макап Вот это Основное Значение Программы Феликс Со светом Я конечно Немножко Переборщил Сейчас Но В принципе Видно На рендере Что Он действительно Пытается Преломлять Каким-то Образом Свет Через Этот Материал Ждать Нам Придется Долго Судя По всему Поэтому Давайте Пока Перейдем В раздел Дизайн И Как раз Покажу Как работает Этот Мэйджик Вент Как он Работает Берете Мэйджик Вент И В принципе У вас Есть Возможность Например Выделить Какой-то Элемент Типа Крышку Например Отдельно Либо Корпус Отдельно То есть То что У вас Выделено Как отдельный Элемент И Поменять Материал То есть Когда у вас Уже Выбрана Какая-то Часть Элементов Можете До нее Добраться Вот Она Выделена Здесь В структуре Вот Материал Добирайтесь До Материала Давайте Сейчас На крышке Сделаем Здесь Есть Возможность Добраться До Материала И Поменять Материал Используя Либо Опять же Библиотеку С материалами С просто Драгон Дропом Перетащить Из библиотеки Материалов Сюда Там Не знаю Давайте Сейчас Найдем Здесь Какой-нибудь Материал Временно Материал Например Мы хотим Добавить Туда Какой-нибудь Пластик Обычный Пластик Да Пожалуйста Берете Пластик Тащите Его Драгон Дропом Материалы Из библиотеки Ну Либо Опять же Загружайте Материал Из Изображения Соответствующего Рендер Да Происходит Пока Достаточно Медленно Но Смысл В том Что вы Получаете Конечно Картинку После ожидания Вы получаете Довольно Качественную Картинку Можете Поставить Рендер Надолго В режиме Heist Качество Да И получить Действительно Мокап Очень качественный Результат Пока Функционал В целом Не слишком Развит Из хороших Моментов Вот Функция Как раз Добавление Освещения Автоматической Adjust Lighting Да То есть Создание Точнее Create Lighting Создание Картинки Карты Освещения Автоматически С помощью Того изображения Которое Здесь уже Используется Вот И вторая Функция Это Align View To Image Ну Которую У нас В данном Случа Не получилось Сделать Но Опять же При таких Тормозах Не будем Сейчас Пытаться Это Повторить В целом Конечно Проект Интересный Потому Что Для тех Из вас Кто Совершенно Не знаком С 3D И не Планирует Ну Может быть Хотел бы Конечно Да Но Как обычно В жизни Наверное Не хватает Времени На изучение Всего Подряд Для создания Мокапов Это может Быть Крайне Полезно Я бы Даже Не говорил Что Это Даже 3D Max Junior Потому Что Это Сейчас Не будем Ругать За оптимизацию Потому Что Я пробовал Его На 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 iMac Там Не супер Скоростной Мой Mac На стенде Стоял Там Работало Все Аккуратно И Хорошо Сейчас Просто Еще раз У меня Идет Трансляция Видео И В общем Комп Мой Наверное Просто Сейчас Не тянет Всю Эту схему Совместно Потому Что Сейчас Не остается Совершенно Никакого Ресурса У GPU И так Далее И у CPU На то Чтобы Ворочать Еще Рендеры Какие-то В целом Друзья Хотелось Что Еще Добавить Что Также На конференции Мне удалось Попробовать Как раз Связку iPad Pro И Apple Pencil С точки зрения Рисования Однозначно Это вообще Новая Ступень Инструментов Рисования Потому Что До этого Я сам Пользуюсь iPad И Адонитовским Пером Довольно Старым Двухлетней Давности С поддержкой Нажатий И так далее Это было Адобовское Перо Конечно С Apple Pencil И с новым iPad Pro Совершенно Другой Уровень Взаимодействия Я использовал Как раз Illustrator Draw Photoshop Sketch Очень классно И еще Я вам скажу Что Мне удалось Немножко Поработать За Новой Машиной Microsoft Surface Studio Кто-то Видел Эту же Стуку Скажем Так Ничего Удивительного В плане Революционного Но я вам Что рекомендую Я вам Рекомендую Обязательно Посмотрите Почитайте Если Вас интересуют Вот такие Девайсы Компьютеры Настольные Обязательно Посмотрите Про Microsoft Surface Studio Там Мне удалось На нем Поработать Сейчас Давайте Открою Какое-нибудь Изображение Где его Видно Целиком Потому что Рекламный Ролик Это все Хорошо Вот так Пускай Он будет Открыт Значит Действительно У него Очень легко Регулируется Экран Экран Из себя Представляет 27-дюймовый Монитор Очень качественный То есть Там Разрешение Порядка 4К Плюс Это Естественно Тачскрин То есть К нему В комплекте Идет Карандашик Вы превращаете Этот экран В холст Да То есть Вы можете Его как угодно Вообще Под любым углом Устанавливать Благодаря Специальной Подставке Вот А вот здесь Находится Все железо В самой Этой подставке То есть Это Такое Знаете Как сказать Действительно Компьютер Для дизайнеров Взято Лучше Что Наверное Есть В парадигме iMac Как Моноблока И не только iMac В принципе Моноблоков Но Из всех PC Компьютеров Такого Класса Это первое Что Меня лично Я просто делюсь Своим личным впечатлением Меня совершенно поразило То есть Реально Microsoft Сделал Офигеннейшую Штуку И я даже Иногда Задумываюсь Вот я после Adobe Max Себя поймал На мысли Когда прям Пощупал Это все То есть Одно дело Как это выглядит В рендерах Вживую Он выглядит Супер качественно И работает Очень хорошо Естественно Там установлена Десятка Естественно Есть набор Приложений Своих Для работы С Тач Устройством Из крутых Штук Еще есть Свой Манипулятор Круглая Такая Шайба Которая Ставится Где угодно На экран Она беспроводная И с помощью Нее Можно Например Быстро Выбирать Покрутить Нажать Сенсорная Такая штука Покрутить Нажать Выбрать Цвета И так далее И я надеюсь Что конечно Adobe С иллюстратором Это уже работает То есть С иллюстратором Фотошоп Это уже работает Но может быть Будет работать Чуть-чуть С другими Приложениями То есть Адаптация Интерфейсов Будет Происходить Под Сёрфасы К сожалению Не удалось Сделать Хороших роликов Как я Все это делал Потому что Приходилось Рисовать Пером Параллельно Снимать Просить Кого-то Всегда Не получалось Поэтому На Adobe Max Надо ездить С кем-то еще Да То есть Какой-то командой Потому что Посмотреть Все что там происходит Все попробовать Было практически невозможно Там например Был установлен Прям такой Огромный 3D сканер И У меня есть видео Как меня сканировали Добавлю потом В статью А есть видео Что получилось Да То есть Артек 3D И С помощью сканеров Которые Просто Ты заходишь Тебя быстренько Сканируют Происходит Это реально 2 секунды Ну такой Оборот Вокруг делают Датчики В специальной Камере И получился Я такой Ну да Только единственное Я здесь видимо Двигал ушами Потому что С ушами Что-то не в порядке Надо меньше Шевелить ушами Во время Сканирования Подводя итог Сегодняшнего Я думаю Нашего с вами Сегодняшнего Нашего стрима Хочется сказать вам Следующие Замечательные Слова Во-первых Что Хочу сказать Да Новинок было много Но Не все из них Могут Показаться Пользователям Программ Суперинтересными Но главное Присмотреться Да То есть Присмотреться Сегодня мы с вами Разобрали Что даже в том же Фотошоп Оказывается Есть несколько Вещей Которые Могли незаметно Совершенно для вас Пройти С этим обновлением Вы их Можете просто-напросто Не увидеть Но они Могут в значительной Степени Улучшить вашу работу Да В иллюстратор Однозначно Тоже есть В премьер Есть В аудишн Вот несколько Новых проектов Да Которые мы с вами Рассмотрели Будем ждать Следующих новинок Посмотрим Что будет происходить А насчет самой конференции Еще раз добавлю Конференция Обязательно требует Вашего внимания К просмотру записей Да То есть Найдите время Посмотрите Даже если Вы Не очень хорошо С английским И вам может Показаться Некомфортно Поначалу Я думаю Что По происходящему На экране Вы быстро Почувствуете себя Вполне комфортно Ищите нужные вам Материалы Здесь есть куча Видеороликов То есть Абсолютно все Доступно К просмотру Смотрите Изучайте Для себя Вы извлечете Максимальную пользу Из этого контента Конечно Спасибо Adobe Что они по результатам Конференции Это все выкладывают Абсолютно бесплатно Причем Это происходит Уже не первый год При желании Вы можете Каждый год Следить таким образом За новинками То есть Когда проходит Макс Вы спокойно Заходите На сайт И смотрите Что нового Произошло Смотрите Все мастер-классы Все тренинги И так далее Пора файлскул Мы сейчас В январе До февраля Точно запустим Расширенный курс По иллюстратор И Собственно Друзья Кому будет интересно Обязательно приходите Но вы будете Об этом оповещены Новостями То есть Наконец-то Эта история Случается А дальше посмотрим Пока планы Планов много Но я не хочу Их раскрывать Потому что Хочется делать Эмьюз Уже Хочется сделать Мастер-класс По Экспириенс дизайн Потому что Сегодня получилось Скомканно его Показать В нашем Таком Сегодняшнем формате Нужно посвятить Отдельный стрим Посмотрим Что мы Сделаем В этом направлении В ближайшее время Также опубликуем Статью В блоге В которой Вы сможете увидеть Так называемые Макс Сникпикс И Те какие-то Может быть Вещи Которые остались За кадром Сегодня Уже будут Изложены В этой статье Окей Друзья Спасибо вам Курс по XD Пока нет Для начала По нему нужно Сделать стрим Потому что У меня Сейчас На данный момент Есть ощущение Что Нужно Почувствовать Насколько вам Друзья Это интересно Насколько вам Это будет применимо Потому что Одно дело Посмотреть Бесплатный стрим И познакомиться С продуктом Интересным инструментарием Другое дело Пойти его изучать Если будет Большой интерес Сделать по нему Тренинг Вполне возможно А Вот Как из InDesign Грамотно экспортировать В HTML Хотя бы для верстки Антон спрашивает Из InDesign Экспорт в HTML Конечно Работает достаточно Криво Что можно С этим делать Друзья Есть одно Готовое решение Которое Умеет работать Ну Оно платное Конечно Это специальный Плагин Который Умеет Экспортировать Из InDesign HTML Гораздо Более Качественный Нежели Он делает Сам Стандартный Экспорт Вот Поэтому Если это Будет интересно Антон Опять же Можно написать мне Ну Можете Либо сделать Быстрый Скриншот Либо Например Да Я не призываю Сейчас Естественно Фотографировать Это Но В принципе Для того Чтобы мы Оставались С вами Все время Как говорили На Adobe Max Stay in touch Вот Соответственно Давайте Будем Оставаться Вконтакте И Общаться За пределами Стримов В том числе Если у нас Будут Какие-то Вопросы И интересная Информация Которой Хочется Поделиться Окей Друзья На сегодня Наверное Все Увидимся С вами На следующих Наших Мероприятиях Надеюсь Скоро Пока Пока